Я почему не хотел покупать дорогой гидрофойл за 100 тысяч, потому что у нас в Колумбии негде кататься на нем. Я такой думаю, блин, ну я на ШАТ езжу там два раза в году. Саш, а ШАТ это что такое? Озеро или что такое вообще? Это в Тульской области там около Московской есть там водохранилище. А, понял, все понял. Оно километр три в ширину и километра двенадцать в длину и у него такие ответвления там. Когда там запад дует, там прям почти морские условия практически. Нормально. Баку просторно, высокая точка, деревьев вокруг нет, то есть там хорошо продувается. Понятно. Ну, нам тоже до него там сто семьдесят километров. Ну, тоже, да, не ближе свет, конечно. Слушай, Саша, а вот где мы катались, это Трофяное болото, там мелко совсем, да? Я уже забыл. А куда ты, в Рейсборде, в Спас-Клепке ты приезжал, да? Ну, да. Да, оно совсем мелкое там. А даже с короткой мастер будет плохо, там на Рейсборде плавниками цепляли. Рейсборде, там у него плавник сорок, по-моему, сорок один. Три сантиметра. И то, ну, там как, там везде в среднем по пояс, по грудь, но в этот, как, местами дно такое подымается, трава начинает расти, дно илистое. То есть, ты Рейсбордом едешь, илы наклеишь. Вот, там, разрезаешь этот ил. То есть, там где-то там по колено ила, а потом по пояс, по грудь вода. Они, в основном, там фристайлеры живут. Они из-за этого там все на фристайловых кайтах только прыгают, прыгают. У них с этим, с гидрофорами ничего. Ну, я помню, один раз мы туда приехали, конечно, с такими заходами. Кто дует, ты проходишь потом полосы, которые там, фу, сразу метров в десять. Там, да, там надо попасть под юго-запад хороший. А остальные направления там деревья. Да тоже, конечно, такую даль. Это так уже. Ну, если лучше на Ясенку. Тебе из Москвы-то там больше выбора-то в разные направления рвануть туда. А здесь на юго-востоке не особо. Ну, да. Не, ну, все равно... Не, ну, блин, да, да, Новомосковская. У нас АК 200-400 метров шириной. Но она вся берега то высокие, то в деревьях. То есть там вот даже в районе города негде там... Ну, то есть пятна, с которых ты можешь на воду выйти, там, они там длиной там 10-20 метров. Да я уже смотрю, ребята, на сапах больше катаются, чем на кайтах. Ну, у нас тут же вообще четыре речки вокруг. У нас тут АК, Москва, Калуинка и Репинка. Вот, мы вор четырьмя речками, это уже. Ну, АК большая самая, а эти мелкие там 10-20 метров шириной. Они не мельчат. Не, ну, все равно... Хорошо у вас. Есть, разгулят. Ну, на кайте не покатаешь. Есть. А ты, Андрей, на Рыбинское захоронилище не ездишь? Ну, ты, в принципе, я так пойму, летом... Я еще там ни разу не был. А, ты даже вообще ни разу не был, да? Нет. Мы ездили в прошлом году. Очень понравилось. Да, вот тоже интересное место. Я на самом деле был раза три. Я вот был со стороны, получается, Пашихони. Фидорково там такое место есть? Да-да-да, вот мы туда. Да, вообще классное место на самом деле. Вот прям реально как на море. Мы там гидрофойлы чуть поцарапали, там каменное дно. Да-да-да-да, там... Ну, Фидорково еще более-менее нормально. Есть еще другое место. По-моему, Брейтово называется, если я не ошибаюсь. Там вообще валуны. Там реально можно, если... Тем более на гидрофойле ушататься в раз. Там какой-нибудь топляк или еще какой-нибудь камень чего-нибудь. Я попал в этот, как он, в Тининый остров там. О, да, бывает там. Да-да, там бывает. Я еду, а потом там, короче, влетаю, и там, грубо говоря, пятно такое метров 200-300 тины. Меня кайф дергает в одну сторону тащит. Гидрофойл в этой тине доставил. Я к нему по этой тине вырезаться не могу под гидраком. То есть мне как-то надо... Я не знаю, что делать. Я думаю, блин, еле-еле до него там как-то дочапал там. То есть я там по этой тине, у меня ноги запутываются, руки запутываются. А ее не видно было. Она под водой. Она как бы растет, и из-за того, что там практически как на море такая черная вода и волны, ты ее не видно. Такая, да, болотистый цвет у нее, да. А она прям, ты влетаешь такой, бум, и упал. Думаю, е-мое, там ты вообще весь в воде. Как же синий пауз? Ну, не везде там. То есть это такое там. Надо, видимо, знать это место. Бывает где-то, узнать место. А так, да, так, конечно, я говорю, там как реально, как на море. Смотришь с горизонта, не видно берега. Ну, то есть прям... Нет, ну, ребята присылали вон в видео вчерашнее или позавчерашнее. Как раз именно оттуда. С рыбинки, ребята, выкладывали. Очень там резко погода меняется. Представляешь, мы туда поехали летом. Как раз, по-моему, после Казани. Это было лето уже. Первый день катаемся в Лайкви. Жарко. На второй день катаемся такие уже там чуть-то прохладнее. Я уже там гидрокостюм одел. А на третий день вообще чуть ли не сухарь одевает. Там зуб на зуб не попадает. То есть там прям за три дня погода изменилась прям. В середине лета прям от жары по 30 до дубоката. И просто там где пронизывает. Я тогда, кстати, на гидрофоле только первый газ свой делал. Вот. И я такой уехал, короче, километров на пять от берега такой. Думаю, блин, это ж не Твинтип. Я чего так уехал-то? Если я здесь сейчас упаду, сколько ж мне плыть? Это ж там вообще нереально, там пять километров проплыть. Я что-то как-то это, раззадорился там, расстояние не чувствуешь. О, люди катают где-то. Там прям не собирается. Откатали! Где вы там катались? Паш, где вы катались? Дима? Лео. На него привет. Где? Мой любимый спорт. Грионтьево. А? Грионтьево. Грионтьево. Грионтьево? Да. Да. Чертель. Кстати, мне туда во время карантина этими пьяными дорогами можно доехать. Минуя посты. А сейчас-то что там? Тула перекрыта? Нет, в Тулу пускают? Там есть посты, но вот Витя доехал, его не остановили. А то потом и ездили, что-то стояли, там чуть ли не час, чтобы проехать. Ну, там два этих стояла ДПС-тика, и там вся трасса была, вот в пробе сейчас сплошная, километров семь. Говорят, стояли очень долго, чтобы проехать. Там как упадешь, если в выходные ехать, там очень много народу едет на дачу, с дачи, там стоят пробки даже без карантина. То есть там можно ждать на час и стоять, и ждать. А если в будни, то нормально. Первого числа там пробка была пять часов. Ничего себе, блин. Вот. Зато ночью там Саня Боярский ехал, говорит, они настолько устали проверять эти-эти стрих-коды. Ага. Говорят, я мимо них проезжаю, они в машине спят, караб, музыку заглушают. Что-то мало у нас народу. Надо им напомнить. Ладно, давай, собираю остальных. Да не, рассказывай, рассказывай, ты можешь тоже бесконечно. А слушай, а что с твоим магазином-то этим стеклянным? Где ты фокусы показывал? Я все безработный. Закрыл, да, его? Да, я его закрыл. Жалко. Это тоже из-за этого, из-за коронавируса, да? Не, я раньше закрыл. Я раньше закрыл. У меня такой был бизнес одноразовый на один год. На полтора. Я не знаю, что делать. У меня работы нет, дома сижу. Ну да, такая ситуация не есть хорошая. Кирпичально, и сейчас куда не устроишься. Да, конечно, сейчас просто тоже, да, непонятки. Что там, как, что будет дальше, что там, что. Ну, малый бизнес, конечно, в этом плане пострадал, мне кажется, хлеще всего. Я это как-то. Тихо. Я ради прикола пошел, подал, значит, на пособие по безработице. Смою там, наобещали 15 тысяч там, еще что-то там. Итого, итого всех пособий вы там будете получать чуть ли не на 20 тысяч в месяц всех начислений. А вот. Я подал заявление, пришло позавчера 550 рублей на карту. Живи как хочешь, ни в чем тебе не отказывай. Я говорю, да, да, наше государство почетчины просто дало и все. С телеками обещали там, что медикам и так далее, а получается реально копейки люди. У меня сестра, медик, заболел тоже коронавирусом. Она принимала этих, как у пациентов на, это так сказать, на КТ, на томографию. Они слали-слали, она заболела. Ей запрещают говорить, что она коронавирусом переболела, чтобы не платить. Там ей дополнительно же должны быть за риск оплата. Ну да, там у них. Не, а и сначала, когда поднялась температура, ей сказали, закидай с таблетками, ходи сколько сможешь. А потом сказали, блядь, мы что-то, по-моему, нарушаем сейчас что-нибудь. Летим на штрафы. Давай же, отболи, дома не ходи. Далее неделю. Да, обалдеть, конечно. Далее неделю попали. Я аж тоже переболел. Ну, прям коронавирусом? Да. Я болел аж 38 дней. 38 дней? Да. Нифига себе. Ну, а что было? Типа пневмония или что вообще было-то? Сначала начинаются симптомы такие вот, как у всех, дикая головная боль, просто адская и температура. И ты три дня лежишь, лёжь, мы вообще не крыши стоять, не рукой махнуть, просто умираешь. Просто плохо тебе. И в это время начинается у тебя кашель, и дня через три он спускается в лёгкие, и в лёгких держится. И ты как бы хватает тебе воздуха, чтобы даже разговаривать. Нет, с тобой нормально разговариваем. А когда у меня был коронавирус, я вам слово скажу. Типа дышка, да, что-то такое? Мне не хватало, да, там, всё забито. А я заболел ещё, когда не началась вот эта вот паника, до того, в больницу пришёл, мне сказали, что ты у нас за тестами в Новосибирск, хочешь, чтобы мы тебя положили здесь, заперли. Я говорю, нет, не хочу. Ну, иди в дом сиди. Я дом переболел. Лук, чеснок. Всякая фигня. Чё-то такое от гриппа. Ну, просто. Просто переждать надо. У меня почему-то такое впечатление, что эта штука, она просто где-то летает в воздухе, как бацилла, как какая-то вот инфекция, как пыль. Я просто иногда на улицу хожу, и идёшь по улице, там, допустим, там, к пиражу еду, в магазин идут, и пятнами ветром, как на тебя дунет, и ты прям чувствуешь, опа, вот этот вот, вот этот вот, такая пыльца того, чем ты перхал. Народ подтягивает. И оборот, не забыли трапеции? Нет, всё, собрали. Смотрите. Чё там в Леонтьево? Коровы всё ещё не засрали там, нет? Нет, всё. Деревья мало, чё-то. На острове деревья остались? Куда они денутся? Маленькие. Куда они денутся, да. Ещё ж дырбы, да? Да. Приезжайте, сами увидите всё. Это же, это же, это спот, который, значит, фактически я открыл Леонтьева там. Если посмотреть записи этой, как вы, 12-летней давности на форуме Змееру, первая запись в Леонтьево едем, моя. Польшой поклон тебе за Леонтьева. Отличный спорт. Я же там написал, что много там пропал ролл. Я думаю, ну всё, туда уже не стоит даже ездить. Мы стали потом специально выкладывать на других спотах всякие ужасные штучки, чтобы там не было такого аншлага, потому что мы как-то приехали в Леонтьево. Я знаю, что на плешке аншлаг, но когда в Леонтьево катается больше 20 человек одновременно, там просто не протихнуться, там нигде к этому. А пока народ собирает. А что там, где-то, 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 где-то. Там спот для троих, там, для пятерых максимум. А когда там... И метра нормального нет. Да, когда полмосквы туда приезжает, думаешь, ездить, холодить, откуда. Ну, кто-то в Леонтьево на карантине, даже на Залевский приехал в Леонтьево. Ну, как бы, чуть ли не Горасенко туда уже скоро приедет. На Залевский? Денис-то часто туда приезжает. Он однажды, знаешь, как прочухал. Он говорит, я ехал сюда, думал, ну, говно говном. А приехал как-то он после обеда, ближе под вечер, термичка упала. Он говорит, блин, такой ветер ровный, морской, блин, и больше не надо тут пофристайлить. Приехал. Ему, видимо, рядышком там, вот. Может быть, дача у него где-то там рядом? Ну, да, если тебя спрашивают. В принципе, там поля вокруг. Ну, я был немножко удивлен. Что он там катается? Ну, что он вообще туда приехал, да. Не, он, ну, часто приезжает туда. Хотя я там, кстати, к стыду своему не был уже два года. Да, да, я не хотел сказать, но не видно было. Кстати, это, 9 минут... У тебя теперь гидрофойл там делать? А, нет, катался Женька на гидрофойле. Ну, там есть чуть-чуть около плотины покатать на гидрофойле можно, вот. Ну, блин, ну, это не то, это... На 60-й ноге можно везде покатать там нормально, пока не нацветет. Гидрофойлу место надо, а там что там? Сюда-сюда гонять эти 200 метров? Так, ребят, пока народ собирается в этот чат, можете написать какие-нибудь вопросы, чтобы эфир потом не засорять, чтобы были вопросы уже в чате. Поэтому так, накидывайте. Ну, так, для... Чтоб видно было. Посмотри, там есть чат такой, Дим, глянь. С телефона, видимо, не очень удобно пользоваться зумом. Ну, а ты вон, пусть Толя пока себе напоминаловку куда-нибудь запишет. Я домой приеду, попробую на компьютер поставить. Он из дома подключится с компьютера, у него много вопросов, вопросов к вам накопилось, говорили. Да, да, да. На 6 минут доедете до дома? Крутые. Да, 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 турбины сейчас, Дима, включат. Да нет, успею, конечно. Успею, подключусь. А когда все это закончится, ориентировочно успеем мы вообще реальны или нет? Я не знаю. Ну, если вопросов будет, ну, я думаю, что, наверное, если, ребята, все-таки у них там разница во времени, поэтому торопитесь. Дима, гони. Да, мы будем специально в топку вопросов подкидывать какие-нибудь такие странные. Не, а запись вообще можно сделать? А, да, вот запись будет или нет? Ну, я на запись уже поставил, так что на всякий случай, если будет что-то интересное. О, Андрюш, салют. Привет. У меня нормальная прическа. Да, да. А, ничего, пойдет. Как бы выход в эфир с Леонтьевым, это круто. Надо подумать. Надо было прям с воды. Да, там, по-моему, ну, Паша же, по-моему, непромокаемый телефон. Ну, хоть покатались-то сегодня или нет? Нет, плохо слышно, но неограничено. Покатались немножко. Поздно приехали. Работа. Работа не позволяет нормально покататься. Здравия. Спасибо, пожалуйста. Зачем? Привет. Сейчас. Ну, давайте, ну, расскажите, на каком кайте катались? Кто из троих катался? Кто держал кого? Где страховка? Дима уже на подходе. Уже готовит. О, Андрюх вообще лег, правильно? Да, я занял рабочее положение. Удобно. Да, мы, честно говоря, практически не катались. Мы приехали поздно вечером, уже ветер сдулся. Паша, знаете, он просто накачал его, там, что-то опреснил, побегал. А-а-а. Так и не получилось у него покататься нормально. К сожалению, да. Гаунс пытался сделать, но что-то неудачно как-то. Ну, я так и подумал. Ну, да, мы просто ради тусовки собрались, просто давно не видел. Нельзя же говорить, что не катались, так? Катались к вам. Вот, по-теориему. Если вы издали, обязательно к вам, на какую-то акцию не будет. Андрюх, смотри, что я приобрел. Денис, через три минутки я тебя в приоритет поставлю. Ты будешь на экранах. А тут баланс горды подсоединяется у нас здесь. Для меня немножко это диковинка всего. Зум, не зум. Ничего страшного. А подсказывай мне, что жмать, что выгирать. Не, вот сидишь, говоришь. Ясно. А то у меня ребят... Сейчас ребята напоминают вопросы, ведь вопросов тут много. Ребенок-то занимается, а еще как тут? Здесь по-хорошему только говорить. Запись я поставил. Если у нас что-то из видео будет интересное, потом нарежем и сможем даже в YouTube. Да, всем привет, кого не видел, кого не знаю, кого знаю. Привет. Привет, привет. Так, давайте... Денис, представься, чтобы народ знал. Меня зовут Денис, я из РДБ, один из членов, так скажем, нас двое. Рамиль, надеюсь, не ценится чуть позже. Он там есть, Аслан Шелакудинов, но его зовут Рамиль. Мы делаем гидрофойлы. Вот решили, вернее, Андрей пригласил выступить у него там на онлайн-четвергенок и решили присоединиться к вам. Денис Хребников, который делает гидрофойлы РДБ. Чтобы все знали в лицо. А то видят только логотип РДБ. Рамиль тут вот проигрывает. Аркаш пишет, что он не может подключиться. Он типа занят. Ой, Аркашу изначально. Они пишут пароль и идентификацию надо, что-то такое. Не может подключиться. Я на самом деле читаю параллельный их чат. Они там сейчас ваши гидрофойлы обсуждают. Модели 16-го года. Ну, здорово. Что, ждем какое-то время? Или как, Андрей, ты команду там? Или он отошел? Ребята, если есть у кого-то вопросы какие-то, то можете сразу посочинять себе немножко о том, что-то задавать. Меня слышно, да? Да, да. Да, я слышно. Павел, у тебя не съедят? Так, что-то у меня перебой. Тебя выкинуло, что ли? Да, что-то такое. Сейчас народ пишет, кто-то не может присоединиться, так что потихонечку. Я думаю, может, подождем еще. Да, да. Да, давай подождем сейчас пять минуточек тогда. Сейчас так. Да я без проблем. Я во времени не ограничен. Сколько у вас сейчас времени? У нас сейчас время 10 часов. А, ну, значит, два часа разницы. Понятно. Да, да. Ну, как бы, мы во времени не ограничено можем общаться. Без проблем. Как правило, мы спать ложимся по часам. Да я сейчас с ребятами в зуме разговариваю по гидрофору. Так. Ну, сейчас скажи, что там. Ну, я отошел. Так, отлично. Так, чат у нас есть. Как у вас там в Москве-то? Гоняют за карантин? Как сказать? Не знаю, особо прям проблем не видел. Если пропуск есть в Москву. На машину, на себя, то вообще проблем нет. Куда хочешь, туда езди. Как бы, я ни разу не сталкивался с какими-то проблемами. Ну, у нас просто регион практически не коснулась эта вся история. Ага. То есть, ну, как бы, были какие-то страшилки там про передвижение. Какие-то штрафы даже первые приходили кому-то там. Но так прям, чтобы капец-капец там гоняли. Нет, не было такого. Ну, тут у нас тоже как бы про штрафы-то говорят. Но я сам не сталкивался. Знакомый тоже никто. Так вроде говорят, что кого-то штрафуют, кого-то нет. В принципе, тут сейчас они сделали как? На машину пропуска нет? То, я так понимаю, каждая камера щелкает, по-моему, по китаку. То есть, это надо как бы быть умалишенным, чтобы поехать без пропуска в Москву на машине. Потому что это очень дорого станет. Миллион камер, прокачиваешься на пару сотен. Ну, мы вот недавно ездили тут, и ребятам в Откинс тоже недавно покататься. Но у них там что-то совсем. Будут посты на везде, в город стоят. Гаишники всех проверяют. Те, кто не местные, вообще разворачивают. Нас как-то там привели окольными путями. Хорошо-то покатались. Ну, проверяют, проверяют. Ну, да, ДПС-ники стоят. Первое время тормозили, грубо говоря, всех. Потом поняли, что это затея немножко неудачная. Потому что такие пробки собирались конкретные. И как-то стали там, ну, через, не то, что через одного, как-то выборочно в общем. Ну, не всех подряд. По крайней мере, в каких-то раз я заезжал, как-то вот так все это выглядит. Да, мне просто интересно было, что там в столице творится. Потому что, ну, у нас, как бы, вот, не совсем так, как говорят, что там штрафуют. И какие-то там меры жесткие. Ну, не как ходили, так и ходят. Там два дня в дом сутки берутся. Ну, они в машине едут, видишь, со спота. Как катнули? Да не катнули они, но... Аркадий, да добро вас, салют. Звук есть? Тебя можно показать? Ты окно не показываешь? Чего, можно показать? Да. Ну да, надо спросить, а то нарушение авторские права. Да мы его слышали уже сколько раз. У меня, у меня, у меня, на лице могут быть написаны. Мое страдальческое лицо можно показать. Видишь, все, кто позже начинает разбираться с зумом. Ну, ладно. Так, основные подтянулись. Как-то надо зарегистрироваться у тебя, да, какие-то действия надо предпринять. Двойки. В смысле? Ну, я ссылку всем кидал, или что, кто-то тебя спрашивает, Денис? Нет, ну, просто для меня тоже было немножко вне ковинку, там надо где-то регистрироваться, там ссылку получать. Да там, в принципе, заняло буквально пару минут, я тоже самое только сегодня сделал. Нет, допустим, я вообще... Потому что первый опыт был очень неудачный, без регистрации, поэтому лучше так. Нельзя, да, допустим? Да, нет, просто я за чего регистрацию сделал, потому что просто раз мы попробовали, какой-то мы словили, я не знаю, матерились и так далее. Денис, все, ставлю я тебя в центре внимания, народ там будет спрашивать. И кого мы не будем слышать, те пишут в групповой чат по вопросам. Первое, с чего начнем, это история возникновения, с чего у вас началось желание создавать гидрофойл. Да, я думаю, что практически, как и у всех там любителей, это возникло очень спонтанно. Рамиль у нас подсоединился тоже, как и просто задал мне вопрос, почему нам не сделать гидрофойл. К этому времени там и Роман Любимцев уже на прошлом писали. Появились какие-то моделки у всех там практически. Начали смотреть видео. Я вроде как сначала отмекивался, говорил, что это очень сложно, там нужно считать все профиля, то есть, ну, как бы, не хотите этим заниматься, на самом деле. Денис, сделай погромче немножечко звук у себя. Как это сделать, скажи мне, пожалуйста. Как это сделать? Ну, сейчас я у народа подключаю звук. Говори, говори, говори. Да, вот в 2016 году мы сделали свой первый гидрофойл, он был алюминиевый. Мы взяли какой-то алюминиевый профиль, загнули его там как-то на коленке, сделали стеклопластиковые первые крылья. Это было, по-моему, в сентябре месяце. И, что вы думаете, он не поехал, конечно же. Он сломался при первом же выезде. Там мы пытались за лодкой зацепиться как-то, стартануть. Конечно, он сломался, загнуло там все это дело. Мы даже представления не имели, что мы такие нагрузки, на самом деле. И почему-то мы вот не бросили это дело. Нам что-то так стало интересно. Почему бы не сделать там? Ну, вообще идея была сначала для себя все это делать. То есть, ну, самим хотелось кататься. Пробую. Не было никакой идеи там денежной. То есть, как-то это монетизировать. Просто хотелось для себя сделать и кататься, потому что стоимость гидрофойлов там была порядка, ну, я уже не помню, там, 60-70 тысяч. Для региона это достаточно таки дорого было купить гидрофойл. Начали изучать материалы. Первые гидрофойлы были там, по-моему, мы сделали карбоновые в 2017 году. И он тоже там не совсем не ехал. Как-то это и ехал, то очень плохо. По-моему, Миша Соловейкин, да. Он попросил отправить к нему первый экземпляр, какой у нас был. И как-то так получилось, что он показал его Роме-Любимцеву. После этого мы, как бы, начали созваниваться и списываться. И начали, вот, он начал помогать. И Миша Соловейкин, и Рома-Любимцев. Помог с профилями для крыльев. Помог с профилями для матча. Дал какие-то там доставления, советы по поводу производства. По поводу таких характеристик каких-то. И скинул нам первые крылья. В принципе, те же крылья, которые Роман нам скинул первые, это 730-е. Они до сих пор нами производятся. И, ну, с какими-то там модернизациями. В связи с новыми технологиями, которые мы сейчас используем. До сих пор производятся и отлично едут. По-моему, там, вот, если есть наши ребята, ну, кто катается на наших крыльях, все еще на этих крыльях катаются и достаточно довольны. Ну, в принципе, так и закончился у нас там 2017-2018 год. В 2018-м у нас появилась раздельная матча. То есть там была отдельная площадка, кто помнит. И достаточно такая не сильно жесткая матча. По-моему, после этого мы предприняли решение обратиться к специалистам, которые занимаются именно композитными материалами. долго искали в интернете, кто этим занимается. Нам было интересно не просто те, кто занимается там, ну, в гараже, а вот именно к тем специалистам, которые, ну, связаны очень плотно с композитными материалами. И наткнулись на Казанский университет, к НИТУ КАИ. У них есть там кафедра композитных технологий. Ну, по-моему, так называется. Они там творят просто космические вещи, делают детали для космоса, штанги там какие-то, на которых спутники летают. Ну, прям очень здорово. Обратились к ним, и они нам подсказали, в принципе, как дальше нам развиваться, именно какие технологии применять. Так сейчас, в принципе, мы и производим наши карбоновые крылья и карбоновые мачты методом RTM. Это очень здорово. Слушай, ну вот расскажи тогда про технологию изготовления. Как вы сейчас это делаете? Насколько это точно, удобно? До 2018 года мы все мачты, все крылья, ну, в принципе, все, что мы делали из композитов, мы делали ручной выкладкой. То есть пропитывали углеткань смолой и выкладывали их в форму матрицы. Это было очень грязно. Это ты стоишь по локоть в смоле, там есть извозюканы в этой смоле, есть черный, потом это еще требовало достаточно долгой черновой обработки. Шкурение, там, подгонка, ну, это очень грязно и очень сильно влияло на наше здоровье, потому что это угольная пыль со смолой, она, ну, очень ядовитая. Я никому не рекомендую, допустим, голыми руками трогать, ну, полуфабрикаты из карбона или смолы. Это очень ядовитая и сказывает в силу здоровья. В 2019 году мы после поездки в КНИТУ решили делать детали методом РТМ. Что это такое? Это то, что мы укладываем в сухую углеткань с набором каких-то силовых элементов формы в матрице и под давлением пропитываем это все связующим, то есть эпоксидной смолой. Качество продукции сильно возросло, так как мы ушли от черновой обработки, то есть мы достаем детали практически готовые из формы, из матрицы. Там достаточно просто отделить крылья либо мачты от какого-то облоя, их подровнять и отполировать, и все, мы получаем готовые крылья либо готовые мачты. В принципе, я думаю, ответил. Ну, а по прочности? Вот, допустим, у меня сложилось впечатление, что все-таки карбоновые крылья, они хрупкие достаточно. Хотя вот позавчера ребята рассказывали, что какой-то, по-моему, на вашем крыле ребята катались и чуть ли не впечатались в какую-то там кирпичную стену, допустим, там бетонную, и типа с крылом ничего не случилось. Потому что вот эти порезы, там, надрезы или чирканье, как они влияют на крыло и как оно долго держится? Ну, по прочности самих деталей вообще сейчас претензий никаких нет, то есть крылья не ломаются, мачты. У нас, в принципе, да и не было никогда претензий именно по деталям из карбона. Были некоторые претензии по алюминиевым фюзеляжам и карбоновым фюзеляжам. Первые карбоновые фюзеляжи, они очень, ну, трескались, все потрескались, которые мы произвели, они трескались по шву, и мы в 2017 году как раз-таки отказались от карбоновых фюзеляжей, перешли на алюминий. И почему-то нам алюминий попался, видимо, не очень хороший, он начал очень сильно корродировать. Мы, по-моему, там тоже все фюзеляжи, которые у нас были из того алюминия, по-моему, всем ребятам поменяли уже, без проблем. Обращались к нам даже, по-моему, крайний раз, в этом году обращались, мы там без проблем их отправляли новые. Ну, видимо, то ли нас алиндировщики обманули с качеством моногирования, то ли сам алюминий, который был не очень хорошим. По прочности именно композитных материалов вообще никаких вопросов нет, там они все держатся до сих пор. Он корродирует вместе с карбоном, когда контактирует, или сам по себе? Да, там появляется гальваническая пара такая, не очень хорошая, алюминий с карбоном. Мы пытались с разными способами этим бороться, даже, по-моему, несколько фюзеляжей у нас было с жертвенным анодом, там, по-моему, как Альпина сейчас это делает, вставляют жертвенный анод. Но это очень не поехало. Не поехало, в общем, там жертвенный анод очень сильно окислялся, он быстро кончался, и там образовалась такая достаточно сильная дырка, ну, некрасивая, то есть его приходилось часто менять. Но это было там два фюзеляжа тестовых. У меня, кстати, не у вас одних такая проблема. Кастомные лыжи вот эти, которые Поляков делает, вот, за полтора года задний этот, как его, кант прям вообще в трубку сгнил. Я такой ему фотки присылаю, говорю, что такое? Он говорит, это вот в лыжах есть карбон, и он с металлом так его выедает. Карбон и с алюминием, видишь, и с металлом очень плохо. Да, карбон и алюминий сообразуют какую-нибудь очень хорошую гальваническую пару, и они съедаются. Но на данный момент, с 2019 года, мы заказываем все алюминиевые детали, ну, даже не алюминиевые детали, а алюминиевые прутки мы заказываем с кабината, то есть нам льют специальный сплат, который менее подвержен коррозии карбона и алюминия. Поэтому сейчас практически нет проблем с коррозией. Там возникает иногда, но это уж должность самого алюминия, от этого никак не уйти, немножко есть потертность, они начинают корродировать. А именно так, чтобы его слюляло в трубку, сейчас такого нет, это точно. Ребят, на всякий случай, значит, я подключал все микрофоны, у кого есть вопрос, чтобы фона такого не было, включили микрофон, задали вопрос и снова потом отключили. Хорошо? Чтобы всем было понятно. Потому что такая штука начали... Какие-то вопросы там, походу, если есть какие-то вопросы именно по тем параметрам, к кем мы идем, мне кажется, лучше их задавать сейчас, чем потом мы с копом будем возвращаться назад и... Да, конечно. Я поднимаю, просто я начал отключать микрофоны, чтобы не выпадало, и чтобы Дениса не перебивали. Могу тебе для поддержания вопрос задать. Мы когда на Должанке были в августе, я слышал разговоры Рома Любимцева, значит, с твоим коллегой, вот, значит, он говорил о том, что гидрофойл у вас, значит, когда вы его из матрицы вынимаете, вы их меряете, вот для фрирайда они подходят идеально, а если вы хотите гоночный, там, говорит, сотки, должны быть отклонения по толщине мачты. Вы гидрофойлы как бы для фрирайда делать будете, в следующей перспективе? Или это заявка там уже на этот, на гоночный? Да, Роман Любимцев правильно все говорит. Для гоночных гидрофойлов очень важно, чтобы все детали были не то, чтобы сотки там попадать, они должны быть одинаковые все. То есть не должно быть разбегов по деталям, вообще по размерам, чтобы не было претензий от одного гонщика к другому или от гонщиков к производителю, что те или иные детали отличаются от одного гонщика и у другого. Поэтому мы все, вот, ну, забегаем немножко вперед, у нас сейчас появился гоночный гидрофойл, который именно гоночный, рейсовый. Мы его даже пытались зарегистрировать в ВК, но регистрацию сами отменили, ну, по некоторой причине, там, не связанный ни с производством, там, совсем. Он у нас уже есть, обкатывается активно в Питере и очень хорошо едет. Там, ну, действительно нужно добиться того, чтобы все детали были одинаковые. Не именно то, чтобы они там попадали в сотки, а у каждого гонщика должны быть детали одинаковые. А как вот это сделать? Вы закладываете между двух скорлупок определенное количество материала, складываете их, да? Да, конечно, все слои посчитаны. А как добиться, чтобы они одинаковые были? Это просто там по граммам вымерять? Нет, все слои посчитаны, они все одинаковые в каждом гидрофоле, выкладываются вручную, и подается определенное количество связующего смолы, допустим, форма матрицы. То есть мы и по весу попадаем практически грамм в грамм, ну, надо понимать, что у требований, допустим, у того же ЭКО, ну, опять-таки вперед забегаем, там есть плюс-минус какие-то погрешности, то есть они это допускают. Там практически можно в грамм в грамм попасть с помощью этой технологии, и попасть по размерам очень легко, потому что все детали укладываются в матрицу, потом прижимаются прессом достаточно сильным давлением, я не помню сколько, это кромирует, наверное, вопросом, включится чуть позже. И они делаются в одних и тех же условиях. Денис, какие у вас сейчас размеры крыльев на сегодняшний день присутствуют? Ну, как я и говорил, это то крыло, которое первое у нас появилось, это 730, площадь 730, и стандартная, вернее, эти два стандартных крыльев, это 730 и 1200. Сейчас появился гидрофойл гоночный, мы его обкатываем, там размеры совсем другие, это именно гоночный гидрофойл. В планах также выпустить еще два типа крыльев, это фрирейс, это те крылья, которые будут ставиться на стандартный люминевый фюзеляж. И дополнительно мы еще хотим сделать фрирайдовые крылья для тех, кто любит все-таки побыстрее, но все еще не гонщик, что-то вот такое. Сейчас занимаемся этим вопросом, я думаю, что ближайшее. Мы хотели, конечно, в мае месяце сделать успех, но, к сожалению, пока не успеваем. А фрирайдное крыло, оно вообще будет меняться или не будет? Или такое же останется? 730. Которое 730, да. 730 остается то же самое, мы его вообще в планах нету, его убирать, оно всем нравится, как и мне лично. А там, Виталь, у тебя, по-моему, 730, да, есть? Да, 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 как раз 730. А вот если... Мне кажется, оно всем нравится, всем подходит. Я прямо вот недавно, буквально два-три дня на нем откатал, доволен практически всем. А вот если еще менять 730 на вот этот фрирейс, который сейчас делается, там надо будет стабилизатор тоже менять, или только крыло переднее достаточно? Да, там будет комплект стабилизатора и крыло. Стабилизатор крыло, понятно. Ясненько. А, какие-то вопросы, может, еще у кого-то есть? А еще вот вопрос... Хорошо, давай-давай. Вот вопрос по поводу фюзеляжа. Несколько раз у меня уже попадалась такая штука, и у знакомых тоже, у кого крылья РДБ, что переднее крыло из стабилизатора, они там по оси немножко отличались. Вот я... И у меня само такое попало один раз. Ну, вот то, что мы меняли. Вот. Хотел спросить, это... Ну, вы это как-то, в принципе, поправили технически, или они тоже периодически могут там еще кривые приезжать? На самом деле была такая ситуация, да. Пару там, пару фюзеляжей у нас крылья по оси не совпадали. Это было связано с тем, что у нас было всего лишь одно оборудование, на котором мы фрезеровать. Ну, надо понимать, что все, что мы делаем, все, ну, все практически в деталях, мы делаем сами. То есть мы от чехлов, даже, ну, включая чехлы, петли, мы все делаем сами. Мы не заказываем никакого стороннего производителя. Стараемся все это делать сами, соответственно, и с помощью этого мы можем предоставить более выгодную цену, чтобы не нанимать никого. До этого у нас был всего лишь один вставок фрезерный. Он был, ну, не совсем там с такими параметрами, где можно было ловить вот именно эти углы. Буквально зимой мы вместе с тем, как начали заниматься гоночным гидрофолом, заказали еще один дополнительный оборудование, фрезерный станок, более жесткий. Там уже все совершенно по-другому. Более жесткие крепления. Вымеряется все до соток. Там были вопросы по соткам. Там стоит автоуровень. Все это меряется очень хорошо. К тому же сейчас у нас, когда мы начинали, у нас было всего лишь двое. То есть я и Рамиль. Сейчас у нас работают четыре человека. Это мы вдвоем. Дама, которая у нас укладывает крылья, мачты, она занимается именно только выкладкой ткани в матрице. И дополнительно четырех человек, который у нас обрабатывает все детали. То есть те детали, которые вышли из матрицы, отдаются ему, он начинает их обрабатывать. После того, как мы все это сделали, перед отправкой мы стараемся проверять все гидрофойлы. То есть собираем их, укомплектовываем и уже отправляем потребителям. Понятно. Ну круто, да, что становится все лучше и лучше. Да, мы как-то почему-то фанатично к этому относимся. Не знаю. Наша самая главная задача это обеспечить нашу мастерскую. Сейчас мы получили еще один крейсерный станок. Зимой мы запустили еще один пресс, то есть у нас сейчас их три. Также сейчас ремонт идет еще в одном помещении, где будет черновая еще одна обработка и еще комната для производства досок. Мы как-то в этот год у нас именно мы хотим посвятить именно производству досок, потому что мы уже отстаем и по срокам и по всем остальным в этом вопросе. Денис, тут вот Миша написал в чат новая гоночная модель гидрофойла интересует ее цена, какая будет? По заявке ВК мы указывали стоимость гидрофойла 1400 евро. Изменится она после того, как мы отказались, мы пока не знаем, сейчас дообкатываем его и уже после этого будет известна цена. Но я думаю, что она будет где-то в этом районе. там просто очень много используется импортной ткани, там порядка четырех слоев УШМа, это высокомодульный карбон в внешних слоях. А как известно, сейчас и курс подрос очень сильно, он очень стал дорогой, и его очень сильно сложно заказывать, потому что из высокомодульного карбона, он очень сложно привести. Это там сторонними каналами приходится заказывать, соответственно, платить еще за это. Поэтому стоимость гидрофола гоночного будет порядка 1400 евро. Так, есть вопросы? Включаем микрофончик и задаем. Так, а у меня пока... Денис, какие минимальные и максимальные скорости на ваших крыльях? Вы там же замеряете? На 730 буквально вот позавчера я по GPS-у замерил это 41 километр в час, но надо понимать, что... У меня примерно так же, что-то там 40 с мелочью я максимум с 730 разгонял. Да, но это надо понимать, что это гидрофолы у меня не подготовлены, то есть это просто я взял крылья, поставил его на мачту, это не заматованный, не обезжиренный. Кстати, по поводу обезжиривания и заматывания тоже вот думал прям недавно и нужно ли это делать на фрирайдном там 730 или не заморачиваться вообще? Если ты не хочешь там прям совсем скорости добиться, в принципе без разницы. Он, конечно, начинает лучше ехать, но если не хочешь заморачиваться, то не стоит. Не, ну у меня там и сарайчик есть, и шкурки есть тысячные, там все, то есть мне даже интересно, просто непонятно будет ли прием. Это очень помогает, лучше это сделать, да, это очень помогает на ходах, то есть он становится быстрее и стабильнее. Это уже проверено. Попробовать, да, потому что я замечал, что когда уже к пределу подходишь, он так немного некомфортно начинается, хотя доска вроде жесткая, там все нормально. Ну, да, то есть лучше замотовать. Да, вообще, все детали, которые сделаны композитом, имеются в виду гидрофойлы, лучше всего мотовать, обезжиривать, они едут значительно лучше. Это связано с тем, что, во-первых, вода не прилипает к крыльям, это все-таки, ну, когда вода прилипает к крыльям, лучше, как бы физику я не смогу объяснить, это лучше, наверное, специалистам. И это связано еще с тем, что при производстве мы используем разделитель между матрицей и деталями. Когда мы снимаем деталь, он все-таки остается, и это не очень хорошо для ходовых характеристов. То есть это что-то вроде какого-то масла, имеете в виду, да, разделитель? Он на ощупь даже не ощущается, это воск, если начинаешь его шкурить, это на шкурке появляется такой налип, очень неприятный. То есть лучше его все-таки обработать там шкуркой. Мы пытались отправлять потребителям уже замотованные крылья, замотованные мачты сами. Но они выглядят, наверное, не очень хорошо. Они не выглядят, но очень хорошо, и ребята нам начинают писать, что это такое, вы отправили мне бывший гидрофор. Мы объясняем, что это для лучших характеристик, не понимают, не верят. Самое главное для потребителя получить красивый, блестящий, они все там, да, это красиво. А нужно мотовать и мачту, и крылья, или там только... нужно и мотовать, и мачту, и крылья. А у меня там вот еще тоже на... вот мне помогло прям самой тонкой шкуркой замотовать и помыть с обычным этим, как бы, шампунем. Мне очень сильно понравился в последнее время материал. Ты едешь, когда скорость набираешь, и неожиданно, значит, получается, как будто бы гидрофойл вот так вот дергает. Вот едешь, и ты красный, вот поддергивает иногда. Вот когда замотовал и пошкурил, и помыл, а там с фэри, или с шампунем, вот этот эффект пропал. Мне очень сильно понравился материал, я не помню, как он называется, он продается в автомобильных магазинах, Абра-нет какой-то, что ли, это такая губка шершавая. Ну, это кузовщики ими пользуются, там мотуют лакокрасочное покрытие, очень хорошо обрабатывают именно, ну, замотовывают детали. Стоит там не очень дорого, и она многоразовая, то есть можно ее с собой купить одну штучку и возить, там ее хватит очень надолго. Понятно. А у меня вот еще на краюшке переднего крыла там такое маленькое расслоение, там, не знаю, миллиметрики прям какие-то. Вот с этим надо что-то делать, там, вышкурить его, как-то загладить или тоже забить и не париться? Ну, лучше, конечно, это все лечить, то есть есть какие-то повреждения, если мы говорим о каких-то осколах, то это эпоксидная смола замешать там с каким-то пополнителем. Ну, там вот где самый край крыла, прям, ушко там, где слои, похоже, складываются, и оно прям вот чуть-чуть там на кончике расслоено. Лучше лечить, конечно, потому что будет выпадать вода и зимой может взорвать все тело. А, ну, я стараюсь в тепле держать. Пронеси, Виталик, покажи. Я говорю для всех, просто, чтобы все там смотрели за ним. Я сейчас, кстати, схожу за ним, фоточку сейчас сделаю, выложу. Сходи, покажи, конечно. Если это царапины просто на крыльях или на мачте, можно воспользоваться автомобильной грунтовкой двухкомпонентной. Очень хороший прием, там практически все ими пользуются. Взять и размешать двухкомпонентную грунтовку, налить и той же шкуркой вышкуривать до карбона. Это очень сильно помогает залечить мелкие царапины. Интересно. Да, я, может, тут долго подключался первый раз. А вот по технологии, может, там уже обсуждали, как раз сейчас крылья затронули. То есть, я так понимаю, у вас в матрицу это все закладывается, внутри какой-то наполнитель или несколько слоев там карбона, да, это как корка сделана. По такой технологии вы работаете. То есть, полностью карбоном не заполняете крылья. Если говорить про фрирайдные детали, то да, у нас есть наполнитель, это конструкционный пенопласт, жесткий, который мы используем при производстве практически всех деталей. И в мачтах он есть, и в крыльях он есть. Поэтому крылья получаются очень легкие и прочные. Потому что сэндвичный материал все-таки прочнее, чем просто сделать из материала. Как бы необъяснимо, но факт, что сэндвич это лучше, чем просто заполнить его карбоном либо стеклом. Они меньше ломаются почему-то. Если говорить про рейсовый фойл, то фюзеляж, вернее, самолетик сделан полностью из карбона. Там нет наполнителя, там все карбоновое. И в мачте там есть небольшая цепсединка из тоже конструкционного пеленопласта. Но там достаточно сложная структура внутри. Там есть как конструкционный пеленопласт и стрингеры внутри есть между ним. Там очень сложно все. Вы добились той жесткости, на которой хотели выйти по мачте. Но по самолетику там понятно, что она примерно основная проблема именно в рейсовом ядрофоле это жесткость мачты. Как раз вы там говорили про помотовать, помыть. Это так называемая вентиляция мачты. Она в принципе всякие мытье и ошкуривание она спасает, но она спасает частично. То есть если у мачты недостаточная жесткость, то она обязательно будет вентилироваться как бы ты там ее не мотовал, как бы ты ее не мыл именно на гребне волны, где идет пена вспенивания гребня волны. Там она хватает воздух и затягивает его уже куда-то в район самолета. И тут от профиля мачты это я так понимаю в большинстве случаев зависит насколько там правильно идет срыв гидродинамического потока. вот это я все к жесткости. То есть она там основополагающей является. То есть ее нельзя сделать предельно жесткой, потому что тоже это не есть хорошо, мачты будут взрываться просто от перенагрузки. Ну сами по себе будут как струна натянутые. Ну и мягкие тоже они получаются. То есть нужно какой-то разумный предел ловить. Вы как с этим вот сейчас боретесь там или что добились? Если говорить да я понял вопрос спасибо если говорить про фрирайдные мачты это 90 и 70 сантиметров мы просто их приблизили к той жесткости что сейчас есть конкурент. То есть мы тупо взяли дырки в стене навешали груз на нее подогнали под характеристики и их производим. Той жесткости для фрирайда вполне достаточно. Если говорить про гоночный гидрофойл то мы взяли также мачты вернее характеристики мы просили у Ромы характеристики жесткости мачты Майкслаб Чубанга и у нас есть мачты от Z-фойла он тоже нам прислал и сравнили их в одинаковых условиях. Жесткость мачт у нас на уровне между Z-фойлом и Майкслаб надо понимать что Z-фойла очень жесткая мачта мягнется у Майкслаб очень мягче прям в цифрах могу конечно сказать поковыряться если интересно ну я думаю смысла нет то есть я понял что где-то там поймали дошли до такого общей температуры я объяснял недавно стоимость гидрофойла что почему так стоит гоночный гидрофойл можно запихать туда как вы правильно сказали и сделать его жестче запихать туда высокомодульного карбона но вы правильно подметили что он будет ломаться и трескаться потому что высокомодульный карбон не выглядит таких статических нагрузок он начинает трескаться ну это да я просто по своим таким гидрофойлам но левитазовское крыло у меня было оно сломалось ну не из-за того что оно жесткое а у него очень длинная консоль и от гоночных нагрузок то есть когда ходишь в упоре там возникают такие приличные нагрузки именно на одну половинку крыла в которой больше упор происходит но и при этом как ни крути возникает там микровибрация и крыло так вот тык-тык-тык-тык то есть ну при моих накатах да то есть я там тренировка занимает 50-70 км на разу причем это не просто там погонял в упоре когда тренировался ну и вот у меня левитазовского крыла на два года хватило то плюс еще по два недороги находил их год то есть три года и крыло ушло ну мне там как-то благополучно это поменяли и на более современное крыло но там дальше потом на левитазе у меня с мачки начались проблемы то есть это все вот от таких высоких нагрузок то есть гоночные гидрофойлы они ну я так понимаю долго не живут то есть гонщики их покатают там и ну скажем так продав из-под гонщика гидрофойл даже если там какие-то появились микротрещины которых увидит гонщик и они теряют характеристику обычный там катальщик на нем может еще катать 10 лет и у него ничего не произойдет потому что надо создать такие нагрузки чтобы крылья или мачты начали выгибаться ну и да все Аркадий вы верно подметили потому что практически все гоночные гидрофойлы ломаются то есть это должность даже не факт потому что там используется высокомодульный карбон во первых потому что он очень хрупкий и как правильно подметили очень часто поломки происходят в фюзеляже допустим карбону после того как часть крыла выходит из воды то есть там очень сильное давление происходит нагрузка на одну часть крыла и фюзеляжи трескаются ну да неравномерное распределение да мы стараемся так и бороться с этим если вернуться к технологиям то именно технология RTM позволяет делать так называемые преформы это ну представьте себе что это тот же самолетик только он уже сплетен с распределением всех нагрузок по углеволокну нам достаточно просто его положить в форму и пропитать сейчас кстати работаем над тем чтобы фюзеляж был монолитным там практически нет шва по фюзеляжу поэтому я думаю что у нас таких проблем не будет кстати Майкслаб по-моему использует такую же технологию и у Майкслаба нет проблем с разрушением ну да у Майкслаба там бывают они говорят это разрушение какие-то такие я думаю это технологический брак в большей степени то есть они там не такие много случаев например как у Музеса того же или у Левитаза хотя у Левитаза там тоже их они такие единичные случаи да Майкслаб тоже делал это было видно по-моему где-то я на фейсбуке увидел интервью что ли вышло от Майка и там была преформа самолетика и матрица похожая на РТМ хотя конечно это не явно потому что никто не показывает свои секреты как они это изготавливают но насколько я понял что так это Виталик в лес если все видят его кусок крыла я так понимаю да да Виталик надо лечить ну здесь конечно надо заливать и вышкуливать да надо лечить самая проблема возникает в хранении то есть если а заливать эпоксидкой это дело нужно да лучше с карбоном смешать или микросферу использовать как наполнитель понятно будем пробовать убирай Виталик а то тормозит о молодец я не пропал нет ну как затормозил да так ну у нас Рамиль появился в чате да проблема если вы меня слышали именно в том что сезон покатались люди воды если бы эти трещины набрало убирают в холодный гараж а вода имеет свойство расширяться и это может все потрясать да какие-то фотографии были расслоения крыльев да Виталик нужно лечить ухаживать на свои крылья ну попробуем что эпоксидка у меня точно есть надо только где-то карбончика немножко найти порошочкой и это дело попробовать замазать можете обращаться там у нас в обрезке там миллион можем там карбону с обрезки наслать но если какого-нибудь знакомого будем еще заказывать то попрошу просто вместе с ним там по-моему Женя хочу доказать поэтому можете да давайте я буду заказывать там у нас этих обрезков угольных там не знаю можно лодку построить нагруженную присылай Денис сюда будем им отгружать на ремонт они здесь в камне вылетают а если коснуться опять-таки гоночного гидрофола он достаточно хорошо сейчас поехал Рома его поднастроил немножко пришлось изменить угол атаки стабилизатора сейчас заложили сегодня как раз самолетик новый изменили угол и ближайшее время опять-таки Роме отправим дальше на фатру по-моему Рома выехал за 29 с половиной год на нем и хорошо и стартовая скорость какая у него я не знаю это вопрос и кроме потому что я лично о нем даже еще не есть у нас все все детали которые мы изготовили мы отправили Роме на опыт всякий угол выставляет крыльев еще раз прокушу я говорю углы выставляет крыльев крыльев у него были вопросы к нагрузке на переднюю ногу чего-то ему там не хватало он поставил дополнительную прогладку для стабилизатора и стало прям абсолютно хорошо сейчас как раз сделали новый самолетик сегодня заложили надеюсь что завтра достанем и в ближайшее время опять его отправим Денис угол ночного крыла я может прослушал какая площадь солнечная я к сожалению не мерил но у него размах по-моему 568 а нет сейчас секунду я где-то записался гадать Денис у тебя что-то с видео пропало я на связи на связи у тебя не видно ты залив моргнул у меня там ребенок еще на втором компьютере играет может быть известно там площадь я к сожалению не подскажу это все кроме размах у переднего крыла 684 кстати у предыдущего фрейлиса у нас был 637 это крылья от музыки которые мы ставили а сейчас 684 я на самом деле почему это спрашиваю потому что Аркадий прошлый раз в прошлом августе он пробовал гоночные крылья РДБшные которые Рамиль мне давал у этих крыльев у новых они наверное шире и больше и площадь соответственно у него стартовая скорость должна быть ниже ну я не могу сказать по ходам именно гоночных я на нем даже не работал мы больше перетонируем себя как производителя этих гидрофойлов чем какие-то прорайдеры на гон это все таки производитель должен прислушиваться к прорайдерам обязательно как они чувствуют себя на вашем гидрофойле то есть максимальные скоростя там или просто скоростя они же за счет комфорта достигаются да поэтому мы отправляем их на тесты профессионалов я говорю мы сами на них даже еще и не катались просто ну вот в моем понимании люди там говорят есть фрирайдные гидрофойлы есть гоночные гидрофойлы а у меня как-то такое что фрирайдные гидрофойлы это недоделанные гидрофойлы потому что ну объясню почему-то да это не ущерб там вам или кому-то то есть я оперирую скоростями якобы вот на фрирайдном организатор просит вас включить видео включите ну чтобы заставки не было а я в бане вам может не очень понравится у меня сегодня чистый четверг понятно вот поэтому я думаю зачем народ смущать ладно я этот гидрофойлы гоночные фрирайдные просто как раз на долганке в прошлом году я попробовал Max Lab 4 и вот у него мне понравилось я не знаю просто гидрофойл такой который как домашние тапочки встаешь в него ты можешь ехать на нем там 50 легко а можешь и 25 ехать легко можешь там сманеврировать как угодно и при этом он себя очень стабильно ведет то есть вот скажем так все в одном я я поэтому это ну вот этот четвертый Max Lab Bullet у Кучерявого Никиты я брал его ну и брал этот у Ромы тоже мы с ним менялись Чубанга у Чубанга конечно да вот прям такой действительно чувствуется что это горочный гидрофойл идет очень плотно без каких либо там маневров сманеврировать на нем очень сложно а вот именно Max Lab он отвечал тем что я хочу там его задавил ногами и стою ровно и все он едет ровно и без всяких проблем а надо мне там резки сделать маневр он это позволяет Чубанга нет не дает и вот стартовая скорость у этого гидрофойла но по моим таким грубым ощущениям она была там в районе не знаю 18 км в час то есть это стартовая скорость обычных природных гидрофойлов вот я ну скажем так именно от RDB жду что хотя бы что-то такое приближенное будет то есть чтобы я мог там спокойно и кататься в свое удовольствие и прыгать и да если там далее старт гонок ну и заехать на заезд то есть вот ну я просто увидел что есть такие гидрофойлы делают их вот да понятно это Max Lab там это ценник но то есть в природе он существует вот что я хотел сказать это офигенный гидрофойл для всего и сразу ну мы с вами Аркадий по-моему уже договорились о том что после того как все настроится мы отправим вам экземпляр сами попробуем да 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 это обязательно да ну вот именно сейчас именно процесс настройки придет мы все-таки хотим сделать его ну как вы говорите достаточно хорошо едущим пускай это займет даже допустим не месяц не два но хотим доделать именно чтобы он доставил очень хорошее впечатление будет хорошо ехать к тому же он сейчас уже хорошо едет Рома хорошо отзывается о нем но видимо что-то он еще там экспериментировал а вот еще такой момент интересный про движение гидрофойла в скажем так в волне да там ну когда ты ее не обрабатываешь то есть у тебя мачта порядка там 110 сантиметров то есть я не говорю сейчас гоночный гидрофойл фирайдный просто про гидрофойл когда идет ты удерживаешь одну высоту ну скажем так относительно воды но при этом вода под тобой играет вот абсолютно все фирайдные гидрофойлы абсолютно и половина гоночных я уже не буду сейчас там по моделям называть но они абсолютно все волна на них действует то есть его приходится скажем так подлавливать у него идет такое ощущение что за счет высоты столба воды над передним крылом скорее всего происходит разное давление и он гуляет но абсолютно точно я знаю я пробовал и это не один гидрофойл и не только макс лап есть другие которые вот эту волну они никак не ощущают вот с чем это связано вообще как бы для меня это ну в принципе загадка некоторые там товарищи утверждают что якобы это физика и победить ее нельзя но если бы я сам не пробовал я бы не говорил вот здесь по этому поводу не могу сказать про гоночные это вопросы опять-таки к Роману наверное любимцу либо чуть позже ко мне когда у нас у себя появится гидрофойл когда все у нас будет свое когда себе сделаем наконец-то если касаться именно природного гидрофойла с 730 крылом но я думаю что вот у нас есть ребят которые катаются на наших гидрофойлах они скажут что он практически ее не чувствует там чуть-чуть может быть какие-то есть волнения но идет ровно я это тестировал на камень допустим у себя у нас поднимается достаточно хорошая волна и можно ехать на одном уровне естественно это требует может быть опыта или чего-то там еще но он едет ровно не я сейчас объясню просто этот момент когда ты прикатываешься к гидрофойлу ты его начинаешь компенсировать ногами со временем и вот даже не знаю как объяснить то есть это надо выключить ноги выключить мозг и просто ехать на гидрофойле тогда это начинает ощущаться ну не могу сказать может возможно я уже действительно перекатался к своим гидрофойлам но вот мне кажется так что он вообще ее практически не чувствует ну я могу сказать что вот я чувствую на своем 700 РДБ гидрофолии прям ну чувствуешь идешь вот волна и тебя подкидывает и поднимает подкидывает и поднимает и это происходит из-за того что ты меняешь свое равно какой-то центр тяжести смещаешь а именно вот давление давление как будто да вот может я уже не катался настолько что я это не замечаю либо возможно я не пробовал другого я просто сейчас объясню что вот именно этот момент он начинает ярко выражаться когда ты начинаешь гнать полный курс это очень страшно да то есть тут получается такое именно когда ты катаешься на скорости ну условно 25-30 км в час ты вроде как бы это даже оно настолько растянуто во времени что ты вроде этого не замечаешь там ногой чуть подтянул запетлю чуть придавил и вроде такое ощущение что он у тебя стабильно едет а когда ты начинаешь вываливать за 50 плюс то есть под тобой вот эта вся система начинает гулять и вместе с этой системой начинает гулять твое это ну не при всех будет сказано то есть и чем вот это больше создается амплитуда воздействия на крыло тем больше вся система гуляет мы сейчас не можем говорить о 50 плюс потому что у нас 730 крыло едет максимум 41-42 я просто этот момент не подвожу к тому что там надо чтобы оно быстро ехало а почему вообще так происходит и как это убирать и можно ли это убрать на других гидрофойлов это вещь ну скажем так убрано довольно таки особенно на гоночных то есть ни один крыльный я естественно не пробовал и гоночные не все далеко так идут стабильно но есть которые ведут себя даже на 50 плюс вполне нормально их эта волна перекаты волн они не волнуют крыло он идет просто на той высоте которую ты задал и ты скажем так спокойно едешь то есть это какая-то микро отстройка или это профиль крыла со стабилизатором отвечает за вот это вот есть тут какой-то ответ на это на этот вопрос мой да конечно профиль крыла конечно же влияет на это но надо понимать что обладая вот этой характеристикой ну я говорю я и вот этого допустим не чувствую но тем не менее Миша Соловейко допустим он очень любит кармить на волне или допустим там сейчас еще Влад Косич учился возможно это им помогает тоже ехать с волны я конечно не такой в боюхрайде если волна бы не толкала то такого бы карминга не было к сожалению 730 оно достаточно толстое допустим если посмотреть на него по-моему если мне не изменяет память там порядка возможно ошибаюсь я уже с этими цифрами запутался потому что бывает много проектов с этим нужно бороться или нет это выбирает мне кажется каждый катальщик допустим кому что нравится если допустим нравится на волне именно чтобы толкало то можно посмотреть если это не нравится то можно посмотреть не Денис тут ты не прав толкать оно тебя будет любое хоть которое скажем так влияет на перемену толщи воды хоть то которое не влияет то есть когда ты скатываешься волны тут действуют сильные силы гравитации скажем так то есть тебя стягивает и ты просто едешь а вот именно возможно это все-таки зависит от профиля крыла он достаточно толстый на 730 и возможно это влияет возможно ширина толщина профиля и ширина то есть оно широкое а гоночные они все-таки узкие крылья крылья и может быть тут меньше реагируют ну да Аркадий просто сравнивает конечно с тем хорошим гидрофором которым он покатался на Майкслане наверное и пытается к этому все идти не ну я пытаюсь чтобы наши отечественные производители в конце концов добились что-то хотя бы приближенного к этому и мы будем покупать с удовольствием своего производителя нежели за бугорного за космические деньги давайте дождемся когда фланки отстроятся и там уже будем смотреть возможно он этого и не будет чувствовать ну сейчас все детали уходят кроме поэтому он там что-то крутит просто тут именно получается момент универсальности гидрофойла ну то есть вот я говорю там некоторые говорят что я боюсь гоночный гидрофойл потому что он гоночный а что значит тут гоночный гидрофойл я на любом гидрофойле хоть он гоночный хоть не гоночный задам скорость там хоть 25 км в час и буду ехать если мне позволит это просто допустим тоже крыло бионик которое было на левитазе у меня оно не позволяло с 25 км кататься потому что там 24 стартовые было только и там ну скажем так минимально комфортная скорость была 30 и мне ничего не мешало на нем тупо не летать там а просто трамвай как на фрирайдном гидрофоре туда-сюда да он был не очень маневренный опять же вот я говорю там если говорить с Макслав что он позволяет все и если по моим подозрениям у него еще и стартовая низкая скорость ну то это вообще такой скажем так гидрофойл мечты что ли его можно назвать понятно что он будет там стоить других денег не как фрирайдный но люди которые научившись кататься и уже уверенно там они я думаю захотят именно такой гидрофойл на котором они смогут и полететь на хороших ходах и просто кататься когда ему там на улице погода отличная солнышко светит он будет трамвай туда-сюда с 25 километров в час и прыгать на нем сможет и джайбы крутить то есть вот такой гидрофойл все в одном назовем его да было бы здорово но еще и не нужно исключать стоимость такого гидрофойла это очень дорого всем да вот тоже хотел сказать что там за полторы тысячи евро гидрофойл такого чтобы купать макслав который стоит там на вторичной рынке я крайне раз видел что он 3200 стоит но это очень дорого нет 3200 он там новый стоит на вторичке он стоит дороже чем новый не на вторичке он стоит дороже чем новый потому что там очередь у них год да 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 это такое основное если говорить про гидрофойлы в общем там макслав я думаю что немножко потеряет в цене в силу того что он в ЭК не зарегистрировался Денис а сколько гидрофойлов в год сейчас делаете примерно прям вот гидрофойлов в год я не скажу сколько мы производим ну можно конечно посчитать но я не подготовился к цифре но сейчас трог производства в одного гидрофойла составляет два дня это с учетом того что мы выкладываем детали и изготавливаем в общей сложности это два дня через два дня мы уже готовы отправлять гидрофойлов но как правило сейчас мы это делаем в начале недели то есть неделя прошла в начале недели отправляем в заявку стараемся пока не так работать потому что в связи с ситуацией скорее всего с этой коронавирусной тоже не хочется контактироваться со всеми хочется от работы до дома доехать потом транспортную компанию раз в неделю ездить либо заказывать ну редко конечно мы пользуемся курья понятно так ну давайте продолжаем Денису улучшили производство то есть очень ну видимо мы как-то фанатично к этому относимся постоянно расширяем мастерскую докупаем новое оборудование достигнули для того чтобы человек заказал и получил через неделю уже гидрофойл хотя хотелось бы конечно чтобы он сразу это сделал у вас склада нет вы то есть каждый гидрофойл на заказ делаете по сути да мы планируем мы как бы даже и хотели допустим зиму отработать потому что зима конечно спад там по заказам какой-то склад набить чтобы у нас это было но у нас не получилось это делать почему я не знаю конечно у нас работа была 5 месяцев 4 месяца но у нас так и не получилось стоить склад для того чтобы человек не знаю почему хотя работают каждый день мы работаем каждый день ребята выходят с 8 часов и я приезжаю 10 часов для заказа мы должны как-то так Денис давай теперь расскажешь немножечко про доски ваши какие сейчас есть модели какие размеры и веса так слышно меня да Андрей тебя слышно а вот Денис что-то как-то лагает сильно я ну там у нее слышно наверное что-то у меня отлично о да получше пошло ты слышал вопрос я ответил на вопрос нет просто что-то у меня со связью не-не услышали все нормально закончили я тебе спрашивал про ваши сейчас модели досок какие сейчас размеры есть и сколько они весят услышал да похоже связь таки страдает немного может видео стоит выключить есть есть да я думаю что там какая-нибудь мощная игра слышно 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 да включай Денис я думаю что лаги о Рамиль давай пока ты расскажи знакомьтесь Рамиль Шарапудинов привет привет да пока Рамиль расскажет возьмет на себя роль ведущего хорошо по доскам значит смотрите ну делаем мы доски есть доски с деревянным сердечником все знают зовут их обычно фанерками вот есть значит доски объемные размеры у нас сейчас 110 125 130 так называемые триггер делаем мы их сами деревянным сердечником мы заказываем значит у одного производителя под нашим брендом к сожалению мы пока такой технологией не владеем пока все остальные доски делаем сами и делаем также рейсовые доски там по характеристикам это уже Денису по весу по ширине по длине я цифровей не владею вот ну по доскам с деревянным сердечником они как правило у нас есть по наличию всегда рассвета где-то там 4-5 наверное цветов вот а по объемным доскам приходится ждать заказчику ну в связи с тем что у нас мы не успеваем их производить в таком количестве которым требуется на самом деле доски показали себя хорошо и спрос у них очень большой главное выглядит неплохо да я появился наверное да сейчас появился да да сейчас Денис я поставил Рамиль концентр внимания да Рамиль меня заменил там ответил наверное какие-то вопросы да это мой напарник мы именно с ним создали РДБ так получилось что сейчас производим гидрофор это основная наша работа мы с утра до вечера этим занимаемся у нас нет больше никакого вопрос задам РДБ это Рамиль Денис и еще кто-то да нет это правильно Рамиль Денис АБ ну она так прилипла просто что РД не назовешь Б Башкирия мы живем в Башкирии или матернулись да мы на самом деле я и говорю мы не планировали монетизировать вообще гидрофойлы то есть это не было какой-то целью сделать гидрофойл чтобы его потом продавать мы делали для себя и просто а что как назовем должно же быть какое-то название да а давай так назовем и вот пошло я не знаю почему так и менять ну смысла нет он Аркадий с баней теперь вещает да по весу досок расскажи Денис я сказал нет все нормально по доскам расскажи Денис дальше по весу а на что а может повторить у вас вроде как три вида досок да получается нет четыре насколько я понимаю есть фанерки как сказал Рамиль есть номад есть триггер и есть рейс гоночная рейсовая да и на сайте у вас пока висит только триггер насколько я понимаю там номада нет номад это наверное просто 110 в размере 110 да ну вот там был в размере 90 насколько я помню или метровая даже ясно а там внутри именно пенопласт или есть какие-то упрочнители и все остальное вот такое они неубиваемые наверное как все-таки показывает ну внутри действительно пенопласт обычный шариковый пенопласт значит мы к этому пришли сначала делали с другого пенопласта пенополиурет как он там называется экструдированный пенопласт значит по ряду причин мы от этого материала отказались сейчас делаем только шариковый пенопласт естественно шариковый получается воду не набирает при пробое наоборот как бы он может воду набирать но вот этот экструдивный пенопласт у него на самом деле минусов намного больше он не держит форму допустим после каждой пробоины вернее вмятины это может все остаться пенопласт шариковым немножко пружинит как бы вот у нас с ним вообще проблем не было хотя некоторые боятся допустим того что он будет сосать воду и заказывают из того материала который раньше делали экструдированный пенопласт вот внутри у нас стоят как правило два стендера сверху сверху под ногами ложим мы конструкционный пенопласт вот все это усиливаем естественно практически на всех досках делаем усиливаем это карбоном очень редко заказывают доски только из стекла в основном 90% все делаем с карбоном усиливаем они прям целиком карбон или комбинированное где-то стекло где-то карбон а вот триггер мы делаем ну естественно там есть и стекло но по крайней мере один слой полный это карбон у меня наверное такая еще вещь по поводу я сегодня с Денисом уже обсуждал это днем по поводу покраски этих досок потому что понятно что все делается в угоду веса чтобы были легкие как можно легче эти доски особенно гоночные но выглядят они как будто их вот пошуркали они все такие конечно наоборот круто это что мне кажется это выделяет и я когда увидел мне показалось что нифига себе какие доски симпатичные наоборот это круто на самом деле ты их шуркаешь там они выглядят пошурками ну нам это нравится и людям тоже нравится я не знаю вот на самом деле я бы с удовольствием Андрей если можно там как-то провести на сколько там 34 человека вот ради интереса можно какой-то опрос сделать людям потому что я думал ну оно должно смотреться красиво то есть многие люди а у нас особенно не так много гонщиков многие люди должны наверное хотят видеть красивую модельку нежели чем вот шурканную доску то есть вот интересно услышать мнение других может действительно я так думаю Жень меня слышно вот эта мода-то она пошла с рейсовых досок когда начал применяться карбон и это было в тренде показать что у тебя карбоновая доска а не стекла потому что они ну рейсовые доски кто их помнит кто видел это же 190 на 70 и когда вот эта грамина стала весить порядка по-моему там достигли 4 200 что ли даже было 4 килограмма и даже кто-то уходил в 3 800 на такую доску блин ну они конечно долго особо не жили то есть а до этого были просто они стеклянные доски и все это закрашивалось краской хотя там в какой-то момент Норс по-моему один из первых там написал типа фулкарбон но когда доску сломали карбон там только не нашли был походу же только на закладных какие-то флейки небольшие там карбоновых этих закладных ну да вот можно устроить в чате голосование кому нравятся цвета ради интереса на 130 сколько человек 24 человек внизу поставить нравится не нравится ради интереса вот по по конкретной этой модели тебе сразу как маркетолог скажу коричневые цвета не применили почему понятно это оранжевый цвет у нас на подсознательном уровне воспринимается синий цвет это романтика море небо зеленый плюда травка коричневые понятно что поэтому это оранжевый цвет никогда на собеседование в коричневой одежде не ходи вот и продукцию свою никогда не делай коричневого цвета лучше будет подаваться должны какие-то яркие цвета быть для гидрофойловых досок то есть неважно там покрашены они полностью или выделен вот этот вот карбоновый слой то есть затонировано размазано но мне кажется цвета должны быть яркие это 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 видно было за километр да это оранжевый цвет он просто видимо так сфотографировался на самом деле она хорошо смотрится яркий это виталий просто сайты выдернул сейчас а нет ну видимо так сфотографировался да 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 с сайта может какие-то даже кислотные цвета ну то есть это да гидрофойл быстро плавает и одна из полезных функций яркого цвета его можно издалека найти там с моторки когда ты его потерял там или там на другом проплываешь вдоль берега и ищешь там в камышах кто где-то ну мое мнение такое то есть я не эстет мне там без разницы сильно как она покрашена но с точки зрения такой безопасности яркий цвет ну вот у тебя сейчас у тебя сейчас на шате такая этот берег берег коричневый травка желтая вот этот вот который сейчас показали его фиг найдешь это да я думаю если он в камыши там куда-нибудь зайдет ну так у нас очень часто уплывает матчасть вдоль русла под западное направление найти сложновато потом все это дело яркие цвета ну то есть там опять можно тенденцию этот детский нарукавник включать зачем городить если можно доску покрасить ярко на самом деле проблема в кислотных цветах это опять-таки карбон очень сложно нанести кислотный фуринисцентный цвет на карбон он не будет работать он будет ну темным это надо как-то опять изгоряться сначала с белой подложкой а потом наносить цвет а это опять добавление веса ну это скорее всего так же по желанию да Денис то есть можно попросить любую расцветку или как да конечно мы заморачиваемся этим можем красить без проблем просто знаешь получается желтый как без альтернативный он вроде не фурицентный и просто яркий ну да мы делали желтые доски просто я говорю это фотография почему-то наверное надо попросить нашего программиста поменять фотографию ну да там что-то с цветопередачи возможно потому что так на фотографии смотрится смотрится так интересно мы делаем мы делаем яркие доски и это возможно там красный желтый оранжевый белый очень хорошо смотрится на самом деле на воде а белую не видно когда это барашки видно видно не белую хорошо заметно белую доску белую кстати очень хорошо видно там Денис что-то у тебя видео не подцепилось почему-то не вылезает слушай я не знаю почему такая проблема нормально пошло так Юра спрашивает Журак подскажите по цене полного комплекта комплект для фрирайда с доской ну изначально мы делаем гидрофойлы бюджет гидрофойлы чтобы практически все могли их покупать самая сейчас базовая стоимость это алюминиевый гидрофойл стоит 39 тысяч рублей и доска доска фанерная 23 тысячи 61 да получается да это очень хорошая цена при сегодняшнем курсе мне кажется даже конкуренты рядом стоят именно с теми кратериками написали что с 1 июля да вы повышаете цены на 10% да мы дали какое-то время те кто хотели приобрести наши гидрофойлы доски какое-то время все-таки это сделать чтобы это было не рез скачком сразу то есть завтра там вас поднять все просто нам подняли цены тоже на все то есть мы буквально заказали металл ну для фюзеляжа алюминий кубля он уже на 20% дороже так как мы его покупали не говоря уж о карбоне и смолах там сразу уже все подорожалось как только курс поднялся даже по-моему еще курс не поднялся там не настолько высоко сразу же там цены у кого какие еще вопросы пока я тут ищу свои записи подскажите по мачте алюминиевая от карбоновой вот для фрирайби чем она там отличается поезде жесткостью алюминий не такой жесткий и он гнется при том что алюминий все-таки мачта она толще карбоновая я слышал что наоборот алюминиевые там чуть ли не самые жесткие вообще мачты что она такая дубовая толстая мы говорим про наши гидрофойлы возможно у кого-то есть жесткие алюминиевые мачты но соответственно они и весят тяжелее чем у меня две мачты одна кабриновская а другая альфиновойл альфиновойл где-то миллиметры на 3 тоньше чем кабриновская то есть они прям ну а 3 миллиметра там очень сильно жесткость добавляют ну и у РДБ получается мачты алюминиевые и карбоновые они по весу сильно отличаются алюминиевые мачты легче чем карбоновая легче даже легче это поворот да она ну все-таки пустотелая она легче и менее жестче чем карбоновая вес не помню но сейчас карбоновая мачта 90 сантиметров у нас весит полтора килограмма это очень хорошая цифра то есть получается если например брать гидрофойл с короткой мачтой то карбон не так уж и нужен по идее по идее да но здесь другая штука в алюминии невозможно создать мачту правильного профиля то есть надо понимать что это экструзия то есть алюминий давится через какую-то форму и там невозможно создать правильную форму в этой матриксе из которой давится алюминий плюс к тому же у алюминия есть момент остывания когда алюминий остывает он немножечко либо сужается либо там местами где-то ну равномерно охлаждается соответственно его немножко ведет поэтому профиль из алюминия он не такой хорош в плане ездовых характеристик хотя мы производим едет может быть чуть-чуть хуже но типа как первый гидрофойл там на обучение первые полгода это может быть нормально а потом хорошо бы карбон конечно иметь да но мы все-таки мы даже алюминиевый гидрофойл у нас также появился фонтан очень странным образом мы ехали в 2018 году в город Казань на чемпионат России в Атабаево и что-то едем едем с Рамилем вдвоем а что нас останавливает заказать там алюминиевый профиль сделать из алюминиевый профиль потому что тогда еще просили нас сделать у нас 100 гидрофойл был дешево мы продавали 37 тысяч в руках у нас нас просили еще дешевле были такие запросы а честь чего сделать будем с карбона естественно мы не можем поможем это будет здорово заменять карбон стекло неправильно потому что он будет еще изменяться мне кажется у Денис там что-то со звуком он опять подвисает или может только у меня да есть такое немного скорее всего у него у всех подвисает я просто тут подскажу по поводу алюминиевых мачет и карбоновых он говорит ну про то что там нельзя воссоздать профиль именно тут вентиляция всему проблема то есть мачта алюминиевая она может начать уже вентилировать и ловить спинауты где-то с 30 там 35 километров в час раз раз меня слышно ребят да блин ну я не знаю видимо с компьютером я не знаю как ребенок с ним занимается может что-то надо делать потому что я первый раз за него сел и я думаю что и уроки также проходят у тебя было какое-то подтормаживание голоса и скажем так часть фраз развалилась да 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 у алюминия есть сложности это скорее всего из-за момента остывания алюминия самого нужно правильно охлаждать чтобы сохранить профиль из-за этого и происходит вентиляция на самом деле когда профиль не сохранен иногда подсасывает через мачту ну на самом деле там с карбоновыми мачтами тоже не все так просто на заре всего этого гидрофолинга когда мы заказывали спот с 3 это я уж не помню какой год был мы по гарантии с этих товарищей каким-то чудом выбили три мачты по той простой причине что все мачты были кривые и они просто кипели ну то есть может там я не знаю разгоняли до больших скоростей их но мачту кривизну мачтой вот ее изгиб было видно на глаз вот и мы там с французами то есть у меня ну лично я владельцем не был а был там товарищ с которым Сашка все его знают да Трубкин Трубкин Сашка все знают этого товарища ну или большинство вот так как гонял он там на шату практически у нас жил была интересная история вот с этими мачтами выбивали не знаю как сейчас эту проблему там ну в принципе на тех гидрофойлов современных которые я видел вроде сейчас решена эта проблема более-менее прямые мачты хотя все равно там изъяны есть их из-за этого гонщики шпаклюют что не идеально получается выход из матрицы то есть микро ямки обязательно присутствует но ИК сейчас запретила все это шпаклевку то есть это а чем кстати шпаклюют вообще любопытно ну обычной автомобильной шпаклевкой замазывающей я не слышал что ИК что-то запрещало по этому поводу не именно это именно идет внесение изменения конструктивных характеристик изделия то есть это буквально произошло по-моему прошлым летом вот то есть раньше но если вы вспомните там или фотографии посмотрите поголовное идет гидрофойлы все поголовно шпаклевали их и шлифовали то то есть это уже не матование было гидрофойла а выведение его вручную как это на автомобилях делают там когда хотят исправить ну какой-то удар такие очень профессиональные реставраторщики вот так же гонщики все время этот сидели с шпаклевкой и шкуркой все это дело выводили ну потому что реально как бы все вот эти янки они дают гидрофой потока и вот это все приводит именно к вентиляции мачки ну я думаю наверняка у всех присутствующих кто катается там неважно на каких скоростях бывали случаи что гидрофойл едет едет а потом в какой-то момент как будто там просто проваливается куда-то в бездну и ты такой прыг и что произошло ты не понимаешь вообще что было рыбы там водоросли или просто то есть это вот как раз матч-то хватануло воздух как правило хватается это на ну не на совсем гладкой волне а когда вот есть барашки то есть на гребне происходит спенивание там такая вода с кислородом и вот точка соприкосновения этих она начинает эту пену затягивать куда-то ну как мы предполагаем в район стабилизатора и там происходит вот схлопывание потока где гидрофой просто проваливается особенно это на лавировочных курсах происходит когда гидрофойл ну давишь там даже не сильно или просто катаешься там немножко по другому зарезку то есть это вот как раз проблема вот этих вот алюминиевых мачт их нельзя вывести ну и у карбоновых тоже они я говорю хорошо если они там сейчас получаются из матрицы идеальные без всяких нужных доводок шлифовки ну тут опять уже получается чем выше скорость тем больше вот эти проблемы начинают вылезать то есть некоторые гидрофойлы там до 45 катаются и ничего у них не хватает а чуть начинаешь поднимать скоростя он начинает цеплять воздух и проваливаться ну вот на гоночном нашем холле Роман не писал про вентиляцию то есть ее там практически ну вернее даже совсем если была вентиляция он бы нам обязательно ну это тогда хороший показатель если там он на нем получает сколько 30 узлов вы говорите да это почти около 30 да 29 с половиной он крайний раз не писал но это было с тем учетом что до изменений сейчас мы внесли угол стабилизатора поменяли не хватало ему давления для передней ноги стабилизатор угол немножко увеличили и я думаю что он появится больше 30 да замечательно будем только рады кстати вот такой интересный вопрос да вот сейчас именно гоночный гидрофойл там получается ну вы нашли профиль крыла стабилизатора мачты вот что если сделать скажем так не такой жесткий как требуют гонщики сделать скажем так копию фрирайдную да пустотелая мачта пустотелые крылья под технологией для фрирайдного гидрофойла то есть я думаю что он в принципе будет именно как раз такой народным фойлом уже для не то что начинающих а там для уверенно катающихся но если он действительно будет отличать всем своим этим характеристикам катальным назовем так в планах есть еще два типа крыла это фрирейс это те которые будут ставиться на мачты которые у нас сейчас есть 90 сантиметров и на алюминиевый фюзеляж и еще будут фрирайдные крыли для тех кто не совсем гонщик но все-таки побыстрее я думаю что мы планировали в этом месяце это все закончить но пока не получается завал я думаю что чуть позже они появятся я думаю что мы сохраним эти характеристики которые сейчас на фланге делаем постараемся пока не это сделать ну то есть да я к тому что можно же сделать если действительно гоночный фойл получится классным сделать фрирейсовый так назовем его промежуточный но он будет по цене довольно я так понимаю значительно отличаться просто у него не будет такой высокой жесткости жесткость нужна именно на скоростях 50 плюс а обычные ну скажем так катальщики да вот люди фрирайдные я по себе когда все это дело начинал я помню что до отметки 45 километров доходишь довольно таки быстро ну там как бы а вот именно 45 перевалить за 45 плюс ну прилично времени потребовалось а уже перевалить за 50 плюс это прям все без скажем так настоящей гоночной стойки ты не выдавишь из гидрофойла такую скорость даже если он тебе там позволяет ехать и 70 то есть это надо именно технику ведения гидрофойла освоить вот поэтому я к тому что если будет классный гидрофойл который едет до 45 до тех скоростей которые ну скажем так 95 процентов покатаются на гидрофойлах они их достигают там рано или поздно и не обязательно на них кататься но они просто как максимальные для себя там их выявляют а так 35 это средняя крейсерская скорость там нормального гидрофойла и вот если пререйсовый гидрофойл будет очень классный то на этих скоростях он будет просто идеально идти да мы планируем такие крыли я уже в начале об этом говорил мы сделаем их обязательно потому что нас даже были вы же по-моему катались да на копию Мозос не то чтобы копии а на 6.37 это даже прототип был 6.37 ну то что вот мне Женя давал там на должанке да я пробовал вот там доска была не совсем скажем так удачная то есть вообще протестировать гидрофойл это не взять там протестировать кайт ну не 15 не 30 минут гидрофойл тестировать я считаю нужно там как минимум пару дней во-первых нужно доску под себя настроить петли настроить потому что некоторые вот катаются с петлями когда она там нога вообще просто болтается и они считают что это так ну по безопасности положено да что ты должен выскакивать я считаю что ну не то что я говорю что так должно быть а я именно петли настраиваю чтобы нога легко входила и выходила но при этом я смог гидрофойл в какие-то моменты компенсировать ногой подтягиванием ноги вверх то есть когда он у меня там ныряет или где-то на волне я начинаю скатываться какое-то эхо появилось нормально слышат все нет да да слышу фотографии притормаживает просто что-то пошло я вот этот про настройку и тест гидрофойлов то есть они протестировать гидрофойл не так просто его надо настроить под себя чтобы все было удобно а потом уже катать катывать и понимать как он едет что он едет куда он едет а в чем заключается настройка у нас настройка я постарился хотя бы начать с петель то есть каждый индивидуально настраивает петли то есть в большинстве случаев когда я там работу беру протестировать гидрофойл там петли они излишне большие по диаметру ширина петель постановка может быть не совсем достаточная или наоборот узкая такие вот моменты плюс если там гидрофойл имеет подвижную платформу это не таталбокс а это площадка то тут давление в переднюю ногу его каждый ощущает по-своему кто-то там больше ну или скажем так у кого какие были изначально ощущения там скорее всего первый гидрофойл на котором он катался он так и впоследствии это настраивает ну они там бывают скажем так гидрофойл там как вот я их настраиваю там не то что под себя вообще для людей рекомендуют но на скорости 45 там или 50 он не должен тебя пытаться выкинуть в космос за счет увеличения угла атаки то есть мачту если есть возможность подвинуть отодвинуть ее назад либо если нету возможности двигать мачту то перестроить петли подвинуть их вперед назад в зависимости от давления как раз на переднюю ногу то есть вот именно вот такие вот моменты настройки они ну очень важны я считаю для того чтобы понять как впоследствии едет гидрофойл потому что если ты берешь гидрофойл и тебе он неудобен ни по петлям ни по нагрузке на там переднюю ногу то ты толком его протестировать не сможешь ничего из него выдавить ну и даже просто комфортно покататься у тебя не получится поэтому впечатление о гидрофойле может такое неправильно сложиться спасибо вот да такой момент ясно Андрюш задавай вопрос величка какой начинающий комплект для 108 килограмм подойдет 108 а 100 плюс это я это я для веса 100 плюс какой комплект с какими мачтами длина мачты я правда пару раз пробовал на F1 M2 Pro но мачта бывает 90 и естественно я не поехал ну мы вот я допустим сам весу около 100 килограмм поэтому на фрирайдном фойле практически себя чувствую комфортно я не думаю что там размер крыла будет как-то влиять на ваш прогресс там сильно также длину мачты можно взять конечно 70 короче размер есть ты что ему маленький крыло нельзя почему для обучения тяжело да как бы у нас ребята каждый год учатся там и проблем не испытывают оно вообще создавалось для обучения 730 это не маленькое 1200 на F1 было такое широко большое у нас есть 1200 да но оно больше позиционируется как комплект для вейва все таки и оно создавалось как для вейва и делали мы его до отъезда Миша Соловейкина на Маврикии чтобы он мог там протестировать и он протестировал тем не менее крыло побольше все таки для ускорения прогресса вставания на крыло оно быстрее будет конечно Андрюш 1200 намного медленнее легче вставать ты на нем будешь комфортно чувствовать но когда тебе нужно будет дать больше скорости ты на нем не поедешь ты будешь переходить уже на площадь меньше тогда вопрос либо ты дольше учишься покупаешь сразу крыло слушай по тем ценам которые продает РДБ я думаю что ты можешь взять два крыла и не париться а можно мне сюда в чат ссылку сайта скинуть я хочу посмотреть да я скину скинь Денис у вас же карбоновые также идут 70 по-моему да мачты да алюминиевые делаем 60 и 80 а карбон идет 70 и 90 и по-моему у вас там 110 по-моему появилась да гоночная она не 110 она 105 это именно гоночная мачта а вот у меня он есть ого а что такая широкая ну это гоночный гидрофойл про который Денис рассказывал а вот именно если гоночный мачта девушки в фоне как девушки в фоне нет это не у меня не знаю я тебя каждый раз отключаю потому что там женщины фонят ну они что-то высказывают он же он же в бане как раз да я же в бане в конце концов я по поводу длины мачты вот вообще она у вас как-то регулируется то есть если там вы задали на конечную гидрофойл до 105 и ее с 95 заказать допустим есть возможность нет невозможно она стандартна да то есть матрица у вас целиковая получается правильно я понял все можно меня отключать чтобы девушка там не хранили нет она мх105 ее невозможно сделать ни короче ни больше это особенность ртм то есть там не получится сделать какие-то вставыши и увеличить или уменьшить матрицу она должна быть цельной Аркадий с дамами там развлекаются похоже конечно конечно и про длинный матч разговаривает у Аркадия наверное сломает ладно слушай Денис еще хотел вопрос задать у вас же сейчас самолеты нижние крылья с фюзеляжем они получаются цельные если это полочный пол то там цельный цельный самолет а фрирайдный разбор фрирайдный разбор подсказать тебе хотел Денис то что ты говорил у вас значит переднее крыло от стабилизатора чуть-чуть да была ну была проблема какая-то 2-3 фюзеляжа у нас вывелось это видимо оснастка при фюзеровке съехала просто и все это не было такой массовой проблемой у меня у вас допустим передняя крылышка тремя болтиками прикручивается к фюзеляжу у меня на Альфине переднее крыло прикручивается четырьмя и они не на одной оси они смещены где-то миллиметров на 5 на 6 через одно то есть получается когда их закручиваешь они создают как бы такую более жесткую площадку чем когда через одно ось проходит да я понимаю о чем вы говорите но это тебе подсказка может ты подумаешь там как бы это для обычного катальщика это в принципе даже и не важно он там этого сильно не почувствует а если говорить о гоночном допустим фланге да там все 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 жестко там самолетик вообще ретой полностью ну там вообще нечему болтаться слушай Денис ну не знаю как для обычного но Женька вон катался в предыдущие дни постоянно болты подкручивал я видел его фюзеляж но это видимо что-то там какое-то непонятно или он такой ездун видимо да я думаю да во всем виноват Евгений возможно он прыгал ты чего дополнительные вставки какой-то из нержавейки чтобы резьбу не срывало и все остальное и может быть как раз это был мой вопрос для тех кто прыгает какой вариант крыльев и всего остального для фристайла или как это можно назвать прыжков на на фойле потому что лучше всего прыгать на около гоночных крыльев они позволяют быстро разогнаться и хорошо толкнуться Алексей Десятков вот наверное вы знаете все в Америке в Канаде на нашем гидрофойле там выпунул около 38-27 миллиметров это был рекорд сколько крыльев он сломал сколько крыльев он сломал наших ни одного охренеть блин слушай ну это на цельном да как раз нет вот парни видите вот это опять как раз все к тому что да получается гоночный гидрофойл он универсальный особенно хороший то есть на нем можно и шбахать в космос на нем можно и гоняться можно и трамваять можно нет ну видишь как кажется все правильно Денис и говорит что сейчас они отработают и будут делать фрирейс вот наверное как раз будем дожидаться он и крепче будет да получается да без этого дорогого карбона да и будет легче дешевле в смысле дешевле он не будет тогда точно да Денис ну на именно там на ваши гидрофойлы вот эти вот распространяются гарантии да там на прыжки ну условно говоря там взял гоночный гидрофойл и там прыгал на нем он сломался то есть это как вот уже будет рассматриваться ну я не говорю что он сломается а вдруг если я понял да мы все-таки каким-то опытом имеем с поломками и всем остальным мы можем определить стопроцентной вероятностью был ли это заводской дефект либо это недосмотрел сам пользователь если вы в курсе там вот недавно на форуме на кайт-форуме был вопрос о утерянном крыле это однозначно не гарантия потому что ну с нашей стороны а было ли там вообще крыло как это Женя у него болты откручиваются постоянно кто виноват что оно потерялось слушайте не ну да тут вопрос на самом деле скользкий я просто вот сравнивая ситуацию я там не вдавался в подробности на кайт-форуме но я видел что там была отломана одна половинка крыла я просто могу сказать по своему крылу да именно левитазовскому который я сломал от нагрузок то есть именно произошло момент слома произошел с перехода на с полного курса на лавировочный то есть гонщики знают там продавливаешь практически тонны когда ты с полника уходишь на лавировку вот в этой дуге у тебя происходит там просто бешеные нагрузки именно в этот момент ни во что я не втыкаюсь и у меня крыло просто хрусь и я перестал ехать благо то что оно осталось висеть на вот этих лохмотьях то есть там как-то подломилось и часть крыла я с ней так вот и выгреб и прям сразу все это ну фотки там я не знаю где-то они в архивах у меня есть но то есть оно у меня осталось и не отломалось из-за того что там много слоев карбона было очень много то есть это нет это тогда еще но не гонщики тогда это был просто аспект это вообще было единственное крыло у Левитаза когда только это все начиналось то есть от гидрофона там выпуска 14-го наверное года Ваня на нем год откатался и потом я его купил и наверное вот как раз два года спустя я сломал это крыло ну и понимаешь то есть если бы оно у меня нырнуло в воду то как бы я допустим доказывал производителю что это не я вписался там куда-то или в дно и отломал его и оно утонуло то есть это невозможно доказать в принципе и один из факторов по-моему мы тоже одумали о том когда мы подавали заявку ВК с гидрофоном там было условие гарантии а все гоночные гидрофории в Европе дается два года гарантии и аспект именно в том какие там гарантийные условия мы вот это еще не изучили это было одним из факторов того что мы даже ну при отзоре заявки мы это тоже рассматривали что мы пока не знаем какие там гарантийные условия должны быть в Европе может там вообще полная замена всего с выпутой всей капитации поэтому мы и приостановили регистрацию как у Бен пожизненная гарантия еще и шаг мы не можем и утери крыла к сожалению это все таки не гарантийный случай если крыло отломано есть какие-то остатки по остаткам даже можно видеть как пользователь эксплуатировал гидрофор если там сколы трещины то надо понимать что он просто не прежде к нему относился и там никакой гарантии не может быть и речи а если крыло целенькое хорошее отполированное там заматованное чуть-чуть и нет никаких ни сколов ничего то мы конечно же можем смотреть в сторону замены в большинстве случаев мы как правило идем на сторону потребителя потому что для нас замена крыла там по деньгам не сильно скажется допустим на нашем бюджете а для потребителя это будет приятно и мы часто что когда обращаются к нам в большей степени это вина потребителя но мы им все-таки стараемся идти навстречу можно я расскажу о своем опыте Жень можно я вопрос а вот последний скажем так конечная стоимость там или какая-то хотя бы ориентировочная гоночная гидрофойла уже как-то она сформирована мы закладывали 1400 евро то есть 120 рублей это сам гидрофойл да это гидрофойл с морем с крепежом 120 рублей хороший ценник у меня гидрофойл в море без доски да да это только гидрофойл ну это только гидрофойл ну я так уточняю вопросов больше говори расскажи да вот у меня опыт был то есть какой наше толстое фрирайдное крыло 730 я еще ни разу не терял слава богу но вот включить да включу меня слышно да да слышно в прошлый раз в прошлом году на должанке я как раз гонялся аркаша бабы а я отключил же нет тебя слышно вот и получается как раз в один из гоночных дней рамиль уезжал это наверное был один из последних дней и после гонок я решил попрыгать на этом гоночном крыле и я я очень хорошо помню этот момент что я там были волны я захожу на волну отталкиваюсь от нее прыгаю и в воздухе вижу что крыла у меня нет вот и как раз когда потом уже вытащился посмотрел и посмотрел понял что скорее всего причина потери крыла в данном случае у меня было то что у меня раскрутился один винтик а у гоночного крыла я могу показать это еще раз мы с рамилем недавно обсуждали этот вопрос когда речь заходила допустим о фререйсовых крыльях это винты были короткие да получается что там по сути откручивается один винт может быть два а одно уже не держит нагрузки и оно отламывается и такая же штука была это уже было два винта и вот тоже видно я катался катался что стабилизатор нет и один винт остался и на нем кусочек карбона осталось может это моя вина конечно я его плохо закручиваю и надо конечно контролировать наверное во время каталки всегда нужно контролировать затяжку винтов может быть динамовиатрический ключ же не с собой обязательно возможно да на резьбу на резьбу что-то не капнешь и все мужчины я не знаю как это там насчет откручивания винтов это что-то что-то неправильное если винты раскручиваются это означает что где-то идет вибрация то есть это не должно такого быть сколько было гидрофолов либо слабо закручивалось там у Рамиля это было наше крыло это был наш комплект это не покупное ничего там Жене дали просто покататься по-моему это просто мы неправильно сами покрутили короткие винты почему так произошло у меня там не было а вы фюзеля жерезьбу сами же нарезаете да надо там последним мячаком не делать проходку первые ну допустим там же три мячака первыми двумя до конца а третьим там до половины она будет туго затягиваться на самом деле уже давно такой проблемы нет чтобы там что-то откручивалось у Жени фойл сколько там уже два года наверное ну да второй год уже когда и металл другой был и немножко технологии сейчас обменились и анодирование другой и металл другой не не вот Рамиль по поводу анодирования это немножко другое мы тоже с Денисом это обсуждали у меня же два гидрофойла вот самый первый он у меня корродировал это вот когда анодирование было плохое и наверное металл был плохой это был восемнадцатый год в девятнадцатом я взял как раз наверное все-таки нормальный металл я думаю что либо короткие либо нет Жень вот по своему опыту скажу так что если все-таки говорю раскручиваются винты то такого не должно быть перед каждой каталкой ты проверяешь винты то есть это когда там изделие новые взял ты ну первая каталка закрутил покатался они там как-то притерлись как это двигатель автомобиля притирание происходит так же и здесь на второй каталке проверил и все они не должны ни при каких обстоятельствах раскручиваться такого не должно быть что каждую каталку ты подтягиваешь винты если ты это делаешь то это говорит о том что где-то есть люфты надо понимать что допустим на фюзеляже на алюминиевых практически никто не дает гарантию от вообще если это какая-то коррозия их даже не применять не будет возможно у Евгения там пошла какая-то коррозия по резьбе и резьба ослаб это может но надо понимать что на фюзеляже именно на алюминиевые гарантии не дает хотя мы в свое время их меняли без проблем может правильно Сашка сказал что крылья надо крепить не в ряд тремя там молтами а именно в шахтатном порядке то есть с разбегом не чтобы они не по одной прямой чем больше площадка прилегания будет тем идеальнее она будет тем не будет люфтов а если не будет люфтов то эти винты раскручиваться не будут уже то есть они один раз притянулись плотно сели по площадке все нет люфтов нет раскручивания сейчас такой проблемы нет винты не откручиваются никто даже от Евгения слышит что я бы просто посоветовал ребят смотри проблема простая алюминий тянуть сильно нельзя резьба поедет возможно перетянуто было тянуть его нельзя поедет резьба поэтому затягивать сильно никто не будет но капнуть каплю момента или специальные средства на резьбу чтобы болт затягивался это все понятно динамометрический ключ и клей момент было здорово конечно чтобы мы использовали нержавеющие пенеляжи либо титановые но это будет очень дорого и у нас к сожалению мы находимся в том регионе что мы просто не сможем их обработать тут у себя либо в какую-то мастерскую заказывать невозможно у нас это сделать мы стараемся все-таки делать с детальными сами поэтому пока алюминиевый да нет Денис получается понимаешь у вас даже с алюминиевым и с карбоновым крыльем ценник достаточно бюджетный поэтому что уже из все дело конечно же в цене тоже упирается можно собрать и дорогушник гидрофол будут ли его покупать все-таки это наша основная работа я на связи да 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 конечно же все упирается опять-таки в потребительский спрос если будут потребители и на более дорогие вещи мы можем производить как вот допустим гоночный гидрофол он по ценнику достаточно поднялся в цене несмотря на то что мы делаем бюджетный гидрофол но тем не менее это очень качественно и позволяет достаточно сильно там разгоняться и соревноваться на уровне топовых производителей ну наверное гоночный только может быть нет хотя это гонки и тут в евро наверное и правильно делать просто наверное было бы лучше иметь ну ценник фиксированный в рублях ну не знаю ну мы все-таки нацелены на зарубежные да ну тут гонки это конечно прерогатива международных да да ну поэтому ценник возможно он поменяется мы пока не знаем потому что мы это 1400 евро это было указано в заявке в ИК там есть стоимость гидрофола который вы будете продавать евро и он составил у нас 1400 евро Денис пока народ думает над другими вопросами скажи пожалуйста по особенности все-таки эксплуатации как правильно эксплуатировать карбоновые гидрофойлы и вообще гидрофойл и что посоветовать ну вот лично я за гидрофойлом вообще никак не слежу это не из-за того что у меня их много а просто ну как-то я ну видимо не слежу желательно конечно нет просто я скажу народ выходит с кайтами бросает гидрофойлы карбоновые крылья в воде это правильно или нужно все-таки вытаскивать я правильно понимаю что ты говоришь о том что они лежат на боку рядом с водой и бьются о берег соответственно да ну конечно это же нужно вытаскивать на воду на берег и ставить на какую-то подложку либо втыкать вот так вот передним крылом и доской возле берега желательно чтобы ветер дул на доску сверху чтобы его прижимало и он не болтался любые сколы и царапины конечно же ухудшают трудовые характеристики и их тоже нужно ремонтировать потом ну как бы ремонтировать царапины это опять-таки вопрос гарантии то есть это видно как человек использует гидрофойл если на нем сколы и царапины он соответственно бросал его на берегу соответственно он плохо к нему относился а какой может быть там гарантии и вопрос конечно он может в любой момент там сломаться если его там бросали в машину там на берегу он валялся конечно там ну куда ну а дальше побольше то есть давай-давай как катосик распоряжения так оно и будет я потом покажу просто а смазывать направляющие что у нас там резьбы что-нибудь нужно да мы вообще с каждым гидрофойлом ложим силиконовую смазку при закручивании винтов мы всем рекомендуем смазывать резьбу болтов это нужно для того чтобы опять-таки предотвратить коррозию и не было гальванической пары чтобы у нас фюзеляж дольше жил это никак не сказано с откручиванием и закручиванием самих деталей к фюзеляжу это именно с гальваникой связано лучше смазывать винты кто использует торпластовую смазку кто силиконовую но к сожалению мы не смогли найти торпластовую она конечно лучше мы используем силикон водоотталкивающий такой чтобы он тяжело смывался водой слушай а какие-нибудь рекомендации у вас на сайте есть по как раз обслуживанию и использованию гидрофойла не писали никаких памяток нет хорошо я поставлю себе на заметку дам задание ребятам пускай напишут потому что вопросов всегда возникает много и знаешь как легче всего кинуть ссылочку чтобы сказать ребят вот у вас такой гидрофойл вот используйте по рекомендациям производителя вот так вот ну да это можно делать но мы стараемся все таки общаться с потребителями то есть мы всегда открыто лучше писать нам задавать вопросы это все таки сближает что ли нас с вами не ну сближает да но знаешь как уже по опыту очень много стеснительных и они придут почитают и тихо уйдут и когда ну есть какая-то методичка это проще сделать так что они хорошо я поставлю себе на заметку и вы замерзли так же ты вопрос задаешь или как вылез да нет я отключил чтобы видео может интернет не это убивался но наверное у меня вопрос по насколько нужна 70-я карбоновая мачта вот она есть на ясь ну да нет для ясинки тоже не всегда но просто 90-е и 70-е насколько я понял 70-я мачта она больше создавалась именно для вейврайдинга да то есть вот на маврики кататься еще что-то в наших средних полосах насколько она нужна и имеет ли смысл ее брать ее смысл умеет брать тем у кого акватория все-таки не такая глубокая где там нужно идти для того чтобы стартануть достаточно много времени или расстояния чтобы на 90-й мачте стартануть нужно где-то воды чтобы была по груди на 70-е это нужно меньше у нас допустим вот рядом есть ослый куль там очень долго приходится либо подедражить до глубины либо пешком топать там можно использовать 70-ю мачту также очень много просили нас именно те кто катаются на крыле на нашем на 1200 сделайте 70-ю мачту потому что на волне на ней действительно удобнее как за катером так и настоящей волне на океанской нас просили мы сделали и ну они продаются хорошо заказывают ребята им нравится 70-й матч это достаточно безопасно потому что как за год за два не не так много людей которые переходят на 90-ю 105-ю мачту некоторые на 70-й остаются им комфортно они говорят нам за счастье мы все-таки рекомендуем 90-ю мачту если мы сразу спрашиваем как акватория где планируете кататься если это глубоко и нет планов переходить на волну то мы все-таки рекомендуем 90-ю мачту там обучение буквально занимает ну подольше на один день может быть ну все зависит конечно от уровня самого человека не от уровня от характера человека ну как правило так я сказал что там плюс-минус один день добавляется обучение и все на гидрофойле вообще в принципе тяжело учиться после того как мы катались на квинтипе а тут нам дали гидрофойл и все в недоумении смотрят вроде как мы прыгаем и делаем какие-то трюки а под нами там совершенно новый снаряд на котором вообще ничего не можем падаем пьем воду встаем опять падаем просто нужно перебороть этот момент и все получится не-не-не-не Денис за прошлый год народ уже вот у меня лично вставал там за пару часов то есть за три часа они уже спокойно катались ну вот видишь просто не надо давать сразу 90-ю мачту которую человек боится а начинать с маленьких да возможно у меня нет опыта работы с новичками таких как у вас вы же все-таки именно с новичками работаете обучаете если есть новички и не готовы покупать 70-ю мачту она у нас есть поэтому вот Андрюш Величко вот тебе 1200-я и 70-я мачта и ты будешь спокойно кататься при том что сейчас мы еще запускаем в производство удлиненный фюзеляж для 1200-го там протестировали его несколько человек говорят что с длинным фюзеляжем конечно стало получше а кстати а какой вот фюзеляж на гоночном длинный нет он короткий там порядка не помню в цифрах но около 630 даже меньше а почему по характеристикам этого фойла я думаю не смогу вам подсказать там все еще смотри рома любимцев поэтому там я просто вот сравнивал мне Женя давал гидрофойл и я на Альфине катался у Альфины намного длиннейший фюзеляж и ехать на ней комфортнее и скорость держать комфортнее именно для 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 и второй момент знаю с точки зрения значит тем длиннейший стрела тем меньше оперения меньше сопротивления в ней то есть на длинный фюзеляж меньше стабилизатор меньше сопротивления я понимаю о чем ты говоришь но именно на этом гидрофоле он короткий почему это сделано к сожалению не могу сказать там расчетами занимался роман но вот именно с крылом 1200 ребятам понравилось именно длинный фюзеляж это те кто катаются на фрирайде все-таки на 1200 а с Владивостока по-моему нам ребята писали что на коротком фюзеляже именно нравятся развороты на волне я не сильно специалист в вейве но вот именно когда там они писали что едешь лицом к стенке и нужно резко развернуться и вниз пойти именно с коротким фюзеляжем это очень здорово получается ну вот мне тоже я попробовал 1200 крыло Денис в прошлом году мне показалось тоже не хватало как раз фюзеляжа побольше да теперь он у нас есть теперь можно его заказывать а короткие и длинные фюзеляжи они подходят друг другу то есть можно в принципе попробовать 1200 крыло и с длинным фюзеляжем и с коротким фюзеляжем да посадки те же самые там Денис смотри стабилизатор дальше станет нет что еще стабилизатор то назад отодвинется дальше да но посадочные места у крыльев одинаковые то есть можно просто поменять фюзеляж и крылья разнесутся а ну чуть-чуть стойка поменяется да вперед да она станет шире Денис Евгений пишет вопрос по взаимозаменяемости одни и те же самолетики устанавливаются и на карбоновые и на алюминиевые мачты нет карбоновые мачты с алюминиевыми несовместимы это связано с посадкой самого мачта не получилось у нас сделать такую конструкцию чтобы они были совместимы можно было конечно и придумать это все дело но это было сильно усложнять не стали мы этим заниматься в общем они не взаимозаменяемы насколько я понимаю сами крылья и стабилизаторы они ставятся они одни и те же но нужно поменять фюзеляжи то есть вот эти алюминиевые палки нужно поменять да крылья одни и те же они не меняются фюзеляжи класс там потому что карбоновые но это как раз была просьба уже два года назад о том чтобы улучшить соединение между фюзеляжем и мачтой и ребята сделали их под конус в карбоне в алюминии такого сделать нельзя там просто оно соединяется стык в стык и все поэтому разница в пазах да и алюминиевый гидрофл мы выпускаем опять-таки не карбоновыми крыльями сегодня ну с этого года они сделаны исключительно из стеклопластика опять-таки это с целью утешевления чтобы гидрофол могли покупать практически все они более доступны а в карбоновом гидрофол крылья делаются из карбона то есть у алюминиевого опять стеклопластиковые крылья появились да они не такие как у тебя были я помню какие-то они сделаны из той же самой матрицы но они сделаны без карбона о класс то есть они стеклопластиковые но они при этом изогнутые да они получились чуть тяжелее там может грамм на 100 мы их красим там в разные цвета однотонные но они сделаны из стеклопластика не карбоновые вот это классно вот это классно вы в эпоксидку черную краску добавляйте и будет как будто из карбона и продавайте как карбон да нет но мы используем гилькоут на всех деталях на наших и он может быть разноцветный мы можем изготавливать любого цвета а вот Женя хотел себе этот розовый гидрофойл да мы можем сделать без проблем ну вот меня как раз сегодня как раз уехал этот алюминиевый первый инсайт гидрофойл и и вот там как раз мне не понравились вот эти стеклопластиковые крылья они были плоские они плоские и очень это от этого страдает устойчивость на курсе то есть гидрофойл очень легко поворачивается в этом есть минус точнее это минус но я бы сказал я когда это попробовал уже когда уже научился кататься я понял что ты себя чувствуешь как ты на скейте катаешься у него шикарная поворачиваемость просто он может поворачивать в любую сторону в момент и это такой фристайл получался то есть какой-то плюс в этом я нашел но это было связано опять-таки с тем что мы не могли производить достаточно много крыльев в тот момент потому что все детали делались ручной там выгручная выкладка поэтому мы купили стеклотекстолит и отфрезеровали те крылья которые были на старом инсайде но сейчас уровень производства у нас подрос мы можем изготавливать достаточно много с одной матрицы поэтому просто приняли решение не заморачиваться с фрезеровкой с этой пылью а просто делаем из стеклопластика в тех же матрицах получается шикарно и дешевле ну да это да мне сказали что это лучше чем фрезеровать стеклотекстолит это и энергозатратов меньше и материал не надо покупать это все есть и безопаснее для здоровья потому что фрезеровать стеклотекстолит это такое даже вспоминать охотно а с точки зрения убиваемости стеклопластик он быстрее убивается да нет по сравнению с карбоном нет его для жесткости надо больше слоев да поэтому они тяжелее материала больше стекла они тяжелее и соответственно и с малой тоже больше так ну тогда возникает вопрос если есть более дешевый вариант зачем платить больше какой скар многие покупают крылья из-за того что там просто карбон это что более более жесткость они легче карбоновые крылья однозначно легче кто-то за этим гонится они выглядят у вас у вас это не будет легче у вас если в одной и той же матрице один и тот же объем материала и смолы я не думаю что прям для того чтобы изготовить стеклопластиковые крылья нужно больше материала ложить стеклоткани они поэтому и будут тяжелее ну если бы мы накладывали стеклоткань на какой-нибудь там я не знаю профиль с фанерой и дополнительной толщиной увеличивали добивались бы той же жесткости что и у карбона то да оно было бы тяжелее но у вас то матрица одного размера туда вот ее наполнил каким-то объемом я не думаю что прям стеклоткань намного тяжелее весит чем карбон нет Саша это у них другие разные крылья совсем нет для того чтобы достичь той же жесткости что и карбоновыми крыльями нужно положить больше стекла больше смолы а положить его там некуда потому что там уже все заполнено вы не правы там же есть наполнитель пенопласт который распирает стены ну на самом деле прессуется там все он не распирает стены а прессовывается то есть получается возвращаясь к этому у него он просто дороже но при этом жесткость у него та же самая и он просто тяжелее стеклопластиковый да он тяжелее а на скоростные характеристики это тоже никак не влияет ну фрирайдный гидрофойл он как едет 41 километр час так и будет что стеклопластиковый что карбоновый вот интересно но это надо понимать что это только инсайт комплектуется стеклопластик карбоновый гидрофойл они комплектуются только карбоновые крылья а ну то есть у нас возникает что алюминиевая мачта да а вопрос по поводу что мне больше всего нравилось в РДБ отсутствие звука да этого дрободробящего звука при большой скорости на стеклопластике его тоже нет да это элементарно на самом деле звук появляется мы разобрались с ним звук появляется из-за неправильно обработанных кромок и в большей степени это неправильно обработанные задние кромки как мачты так и самих крыльев мы разобрались с ним когда-то там и гидрофойл не будет Денис и что нужно делать если звук появляется шлифовать да нужно заднюю кромку во-первых ну как объяснить возьму мачту до ножа нет не нужно до ножа ну нож это не показатель того что он не будет свистеть во-первых нужно сначала пройтись брусочком со шкуркой по профилю вообще перпендикулярно мы стараемся все неровности которые у нас были потом взять брусок тоже самый и пройтись по кромкам под углом не обязательно их затачивать в нож проблема в том что при съеме с матрицы и при черновой обработке возникают какие-то заусенцы микро заусенцы которых вообще практически ничего и тем самым мы их убираем и звук попадает Денис забыл сказать что это все делать надо с минимальным нажатием а то народ может перестараться да спасибо брусок какой шкурка обычная тысячная либо 800 брусок обычный деревянный чтобы он был плоский все все ясно мы не любим ручной труд болгаркой пройдите это же записка потом кто-нибудь сделает алимоний понимать что так обработать невозможно да поэтому они иногда гудят там Аркадий опять ну наверное слушай значит кто-то мне написал по-моему Владислав не знаю здесь он нет особенности крыльев и венглетов то есть как-то они загнуты у вас вверх или вниз венглет это законцовки крыла вверх или вниз да да ну вот те крылья которые мы сейчас выпускаем они без венглет сейчас подготавливаем еще один стабилизатор у него венглеты присутствуют это опять это для крыла 1200 у него добавилось стабильности на курсе но это опять сказалось на подвижности гидрофойл то есть его нельзя так резко развернуть он будет ехать как по рельсам допустим на волночном пункте венглеты присутствуют то есть лотостабилизаторе а а а а а для чего Денис ну это добавляет стабильности то есть гидрофойл женеверская плоскость вот мне тоже показалось что большие крылья которые больше тысячи они как-то вот очень резво поворачиваются это даже скорее мешает ты там голову повернешь и уже у тебя гидрофойл куда-то уехал с непривычки по крайней мере и вот венглеты наверное от этого немножко спасают а Илья на каком гидрофойле катался и потом твой взял попробовать сказал что ой класс ну они до этого катались на альпине а вот тот последний который у него был это был гоночный карат но какой конкретно модель я не скажу у них на самом деле еще один гидрофойл тоже есть но он еще на них не доехал как раз он рассказывал просто его впечатление я так запомнил что он говорит о как же удобно ну да 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 еще вопрос у него гоночная скорость там большая нужно чтобы всплыть вообще чтобы взлететь и это очень поначалу очень не классно то есть он у тебя хлюпает а ты же катался точно на нем да мы же с ним вот поменялись я катался в карате и вот особенно когда у тебя кайт особенно не парафойл он тебя вверх не поддерживает тебе нужно резко набрать большую скорость тогда ты только сможешь поехать на этом гидрофойле и для негонщиков это мне кажется даже хуже то есть когда хочется просто покайфовать медленно поездить по волнам покататься то тебе хочется маленькой скорости а когда тебе гидрофойл сам говорит разгони меня там до 25 я поеду ну я не знаю я не меряю скорость ну как-то не очень я думаю Илья поэтому ему больше понравилось на 730 ну да понедешен комфортнее но когда слишком медленно тоже плохо потому что слабый ветер на вымпульный ветер не выходит и просто хуже летает приходится страдать вот в районе там 700-800 мне кажется это самый идеальный размер так ребят давайте задавайте вопросы еще наверное вопрос Денису было какое-то видео я был на самом деле очень поражен я не знаю что это закрыли но это не кайтеры а те кто катаются на волнах в общем те кто катаются за катерами парень у нас где-то на Москве реке он он минут 30 скользил по воде ну не знаю ролик был точно минут 10 и он просто с одного катера уезжал на другой лавал какую-то другую волну ехал дальше и дальше я был поражен потому что ну то есть человек просто едет у него нет никакого ему то он он ехал сначала за катером на первой волне потом развернулся уехал скользил долгое время доехал до какого-то другого но чуть-чуть попампил доехал до другого катера опять-таки там как-то там разогнался наверное чуть-чуть побольше и еще дальше то есть я так понимаю это наверное большие очень большие крылья но при этом еще и скольжение у них какое-то супер то есть у них наверное профиль очень тонкий что они могут долго скользить по воде не теряя без трения причем вот может быть для того чтобы кататься на волне за буксировщиком за профессиональным именно без фала достаточно крыла 1200 и он на первой волне очень хорошо едет для того чтобы за буксировщиком поднимается несколько волн первая есть вторая для того чтобы кататься на второй волне нужны крылья больше 1500 1500 либо больше на 1200 на второй волне насколько я знаю уже не поедет а вопрос толщины там как-то играет толщины что на трение чтобы она долго ехала долго позволяла ехать без дополнительной силы профиль конечно играл чем тоньше конечно лучше вы не планировали большие крылья делать и там что-то такое пока нет разговор сейчас с Мишей Столовекиным вернее не сейчас но давно уже начался почему бы не сделать нам сейчас для модной темы это рингфойл дополнительные крылья возможно они у нас появятся но пока это под вопросом еще таким Миша говорит что это очень круто это очень здорово кататься на рингфойле кто-то говорит что в Европе это сейчас очень так популярная штука чуть ли не 50% продаж в России я не знаю пока насколько это круто и как это будет развиваться возможно мы постараемся одним из последних это сделать и посмотреть ну посмотрим как это будет развиваться потому что тема с пампингом допустим была популярна год назад там люди пытались как-то пампить на озерах прыгать на крыльях но почему-то это все заглохло слава богу мы не сделали паб крыло наверное это было заняло очень много времени и возможно нам бы это ничего не дало ну да для пампинга еще в кисухе надо много да для винфойла тоже все заглохнет это быстро для винфойла нужен нормальный ветер нужна огромная доска нужны большие крылья и вот тему пампинга или винфойла ну вообще мне видится здесь какие-то должны быть нисколько просто большие крылья они должны быть длинные то есть там не знаю вплоть до чуть ли не метр в длину да и там больше метра ну может быть да то есть они должны быть это вот виды самолетов такие я не знаю как они называются правильно с очень длинными тонкими крыльями то есть разбегаются там и человек парит в этом самолете так называемом там ни двигателя ничего нету то есть просто за счет подводный дельтаплан ну что-то такое я не знаю как они называются планер планер да но они соответственно если они тонкие и длинные то они скорее всего будут очень дорогие они сейчас стоят достаточно дорого иногда проще даже купить гоночный гидрофойл чем комплект крыльев для винфойла или вообще сам винфойл полностью там и доска огромная 130 литров ее как перевозить тоже вопрос ну я и говорю это громоздкость оборудования плюс это маленькое крыло вот это там 4-6 метров больше тоже там под него все равно как ни крути ветер нужен там ну я не знаю от 6-7 точно чтобы это все дело распампить и разогнать я не вижу это как альтернативу кайту когда тут все гораздо проще ветровой диапазон гораздо шире оборудование это не альтернатива кайту это что-то другое ну это как отдельный вид но я думаю он довольно-таки быстро вымрет то есть это вот сейчас накручивают ролики и там продвигают просто как продали уже оборудование так же как вот правильно сказал год назад все пампили ну кто там пампил то есть там показывают видеоролики бедный чувак там 10 секунд скачет на этом гидрофолии там типа вау круто но физически 10 секунд проскакать это нереально это для обычно среднестатистического там не знаю катальщика то есть это не но Миша сказал сколько ты будешь пампить сколько раз присядешь столько ты проедешь ну вот правильно просто я по себе знаю мне периодически приходится пампить с кайтом для того чтобы там добраться до точки старта потому что катаешься на минимальных ветрах иногда блин ну реально там 30 раз запампил и у тебя уже физические силы практически кончаются или ветровую тень там проскочить по соплям то есть надо распампить гидрофойл там даже если он плохо пампится он все равно пампится и поехать совсем без ветра иногда удается ветровые тени вот но это действительно это физически очень затратно это даже более энергозатратно чем лайтвин если кто катается палатин он знает что это очень сложно физически мы в эту штуку скорее всего сами самые последние впишемся если это популярно так станет изготовить там матрицу для нас с нашим оборудованием сейчас не составляет никакого труда благо у нас два станка фрезерных без проблем мы это сделаем поэтому мы решили пока немножко подождать эту зиму мы все занимались именно гоночным гидрофолом и думаю что у нас не зря время не прошло стараемся сейчас его настроить и выпустить хорошо да круто будет если получится олимпийские игры там не за горами где-то ну мы в итоге отказались от регистрации ВК а именно эта регистрация давала возможности участвовать в олимпийских играх в нашем оборудовании мы решили немножко тоже время подождать возможно в 20-28 впишемся в эту историю мы подавали регистрацию общались с Маркусом ну да если будет ехать и так во всем мире узнает что оно едет хорошо потому что сообщество это гоночное я так понимаю оно все такое узенькое тут тоже посмотрел пару трансляций и там все созваниваются с разных стран все друг друга знают вот если поедет будет хорошо ну он уже хорошо едет там еще Роман что-то подкручивает я думаю что все получится при том что оценник у нас будет такой демократичный для европейского тем более населения я думаю что мы хорошо если до Аркадия как-то не доедет на наш ад может быть мы тоже приедем в гости посмотреть попробовать все туда приедут вообще надо там контест организовать и привезти всю линейку мы уже договорились с Аркадиям после того как все настроим мы ему отправим обязательно либо только гидрофойл либо вы не отправите вы под какой-нибудь выходной просто привезите туда их 5 штук и мы все приедем тестить мне кажется там уже штук 10 есть разных сейчас передвигаться достаточно сложно что проехать 100 километров опасно могут забрать и штрафонуть на 15 тысяч пока не до поездок нет Саш они пришлют приедем что уже не гидрофойлы у ребят есть РДБшное уже много поэтому тут надо только договориться да мы продаем не изготавливаем очень много гидрофойлов на самом деле потому что я как уже и говорил ранее там срок производства одного гидрофойла там в общей сложности составляет 2 дня и Виталий там задавал вопрос был ли склад склада нет поэтому как-то вот так вот такие вот объемы и соответственно все гидрофойлы выходят под людей так так ну что у кого ничего вопросы есть вроде нет там вопрос по у вас петли появились да я так понял новые петли да мы начали шить петли мы это все делаем тоже сами у себя не нанимаем никого из сторонних там производителей стараемся все делать сами петли V-образные для триггеров и для гоночных досок одна сдвоенная петля впереди и одна одинарная сзади то есть есть и одинарные да и есть двойные сдвоенные да да потому что насколько я знаю есть такая тема что люди любят ставить спереди одну петлю вот ну это по крайней мере на фанерных досках вот на этой RDB как оно там называется там по-моему была возможность поставить одну петлю вперед я никогда этим не пользовался потому что менять стойку очень сложно и неудобно ну то есть можно и так поставить да да но мы при желании допустим в те же объемные доски в триггеры можем ставить и закладную под одну петлю то есть можно будет поставить и как сдвоенную петлю так и одну нам просто достаточно дополнительно написать нам поставьте дополнительную закладную и все это не будет не стоить никаких денег проблем в этом совсем нет но это будет касаться только досок 125 и 130. В 110 доску невозможно поставить еще дополнительно одну петлю посередине. Там просто место нет. А заднюю петлю мягкую делаете, чтобы на нее поставить ногу можно было? Да, на нее можно ставить ногу. Сейчас включу. Денис, а у тебя с собой нету там петель случайно? Или у Рамили? Чтобы показать. Что-то я их не видел. Они, к сожалению, у нас закончились. Мы вот сейчас зашью там. Что-то как-то не подрассчитались тоже по складу. А по чем, кстати, петли? Комплект 4 тысячи стоит. Там, ну, тоже такой набор каркасный, очень хороший пластик, ремень хороший, потом два слоя Ева-пены и сверху еще не открыт. И что-то хорошо. Они форму держат хорошо. То есть они, даже когда на них наступаешь, потом отходишь, они форму принимают. Круто. Это похожие петли, как у Dark Foils, да? Когда они делали. Я не видел Dark Foils. Такие же, с двумя. Вы куда-нибудь выкладываете то, что думаете, делаете, а то мы вообще не узнаем о том, что происходит. Вы уже давно продаете, а мы даже не знаем, что вы продаете. Если такие, они типа, знаешь, из такого какого-то спельного материала, они в себя в воду не бегают. Это очень важно. Я просто слышал разговор Таранина, когда он там про соревнования рассказывал где-то, интервью, значит, он говорит, что он вот этот весь мягкий материал с петель снимает полностью, оставляет там только ремни, по причине того, что ты, говорит, когда их только намочил и на доске всплываешь, то две мокрых петли это лишние там 400 грамм, а они влияют. Да, верно. Они снимают этот неопренс с петель вверх, но там есть евопена, которая не впитывается, а в воду можно их оставлять. Но это, опять-таки, касается гонщиков топ-уровня, которые входят чуть ли не в золотой плод всего мира. Я не думаю, что нам, обычным катальщикам, это там прям так совсем важно. Дополнительные 100 грамм это, ну, я, допустим, либо там, может, Аркадий вот почувствует, но я не уверен даже, что он почувствует. Аркадий почувствует, да. Денис, вы тогда пишите, правда, на сайте или ВКонтакте, что-то я тоже про петли не видел. Мы выкладываем информацию иногда, просто, видимо, вы не попали. Нет, вы не выкладываете эту информацию, Денис. На форуме это точно есть, мы выкладываем, что у нас. На форуме, понятно, а в других у вас даже в Инстаграме и всего остального. А на каком форуме, кстати, я вот, кстати, слежу прям очень активно за форумом. Да, у нас, я думаю, что в России единственный форум, который сейчас держится еще, это кайфорум. Да, я вот прям слежу, что-то тоже пропустил это дело. Ну, ладно. Ну, они у нас есть. Теперь будете знать. Регулировка там отсутствует, да, у ремней, вот с точки зрения, если ты голой ногой катаешься, или в неопреновых ботинках? Там регулировка происходит за счет отверстий в самой петле и за счет закладных в доске. То есть ты можешь либо дальше поставить, либо ближе. И все. То есть прям какой-то там защелки, регулировочные нет. Понятно. Там несколько отверстий на самой петле, ты с помощью них прикручиваешь в доске и тем самым регулируешь размер ноги. Это очень просто и все, что просто на самом деле. Меньше места. В ВКонтакте нету в группе. Все, понял, исправлюсь. Да, вы нам подсказываете там. Мне часто очень пишут там у вас того на сайте нет, того нет. Мы не успеваем все делать, стараемся подсказывать. Нету. Так видишь, чем хорошо как раз вот собраться, пообщаться. много нового и обратную связь узнаешь. Ну, я на самом деле стараюсь стать теми, кто у нас заказывает, где на фрукты приобретают, списываться, интересоваться, получать обратную связь какую-то. По крайней мере, стараюсь всем это делать. Занимает это очень много времени. Допустим, с утра там часа два я только переписками занимаюсь, потом вечером тоже прихожу часов восемь тоже сижу переписывать там часа два. Достаточно много времени занимает. Ну, это, скорее всего, еще чаще повторение идет. Так что, посмотри, может быть, как-нибудь можно это автоматизировать. У нас вот два часа сейчас потратил. Да больше же. Да. Вот, скажи, не дай бог кто-нибудь из вас завтра гидрофор не будет у меня. Я на очереди, я на очереди. Да, там уже, мне кажется, половина там есть у наших гидрофор. Ну, как минимум. У нас уже нет, там гидрофойлов на всех хватит, по-моему. Я-то недавно видел, как он из машины вытаскивал. Я два отдал уже. Тогда ладно. Все уже, Мега распродажа. Два уже отдал, два оставил, поскольку надо же на чем-то жбахать-то вверх. И жена еще не научилась кататься на 90-й мачте, поэтому ей 60-й инсайт. Я, я вот у меня червячок в голове все сидит, я пока не попробую, не покатаюсь, не успокоюсь. Это двухсторонний гидрофойл, который едет в обе стороны на твинтик-доске. Вот, я несколько прототипов видел в интернете и все равно хочу попробовать. Понятно, что с ним повороты делать, значит на скорости получится. Но, блин, лучше, мне кажется, на вингфойле научиться кататься, чем на вингтипе с двумя кредитами. Брунотиш такое делал. Если бы эта система пошла бы, они бы сейчас все производители бы делали. А так как один производитель попробовал, там народ потыкался, посмотрел, то производители не стали в это дело деньги вкладывать. Но это просто физически, физико-аэродинамически это невозможно, точнее, гидродинамически. работает именно в одном направлении. Стабилизатор помогает просто стабилизировать. А когда ты делаешь крыло и стабилизатор, оно должно выполнять роль в одном случае стабилизатора, в другом случае крыла, ну, ты сам как бы прикинь, то есть у тебя как минимум там какой-то тяговый винт еще куда-то должен быть. Он очень мощный. То есть оно разбалансирует само себя. Я понимаю, но вот хочу симметричное крыло абсолютно, чтобы у него... Я же тебе говорю, что если эта тема пошла бы, то сейчас уже куча производителей бы их штамповала, и это было бы это, но выгодно. Но поскольку потыкались, вот так же, как, понимаешь, там выпустили эти пампинговые фойлы. То есть они у нас есть. Даже вот много производителей, которые могут сказать, что они у нас есть. А вот именно то, что хочешь ты, я думаю, что сейчас не один производитель там ты кинься, он скажет, ну, нету этого у нас по той простой причине, что это вообще никак не едет. Вот и все. А пампинг он вот сделали, потому что он кому-то, хотя бы кому-то, он востребован. То есть какому-то проценту реальных потенциальных покупателей. Вот и весь ответ на твой вопрос. Производители, они же не хотят вкладывать деньги неизвестно во что в какую-то там научную фантастику. То есть да, есть... был проект, даже там Салафейтин его тестил с клиппингом сделанным. Там как раз на твой приставил два прыжка. Саша, приставил, прыгал даже парнишка. Саша, можно поставить вместо стабилизатора в другую сторону гоночное крыло. Оно, наверное, даже по размерам туда подойдет. И я вообще хотел просто... Нет, момент, что и велосипедия... Цирки, медведи ездят. Понимаешь, что если это вот из этой области... Кому ты говоришь? Нет, мне кажется, что это тебе как-то конкретно. Саша, у нас тоже на моноколизе... Я же на самом деле думаю. Я хотел свинтип мачту и под ней ровно без всякого фюзеляжа симметричное крыло. Чтобы ехал... Я помню твою идею еще на рейсборд на плавники поставить боковые горизонтальные плавники для того, чтобы рейсборд низенько-низенько летел над водой, чтобы никто не видел. У тебя было бы, у меня точнее, было бы преимущество. Ну, понимаешь, не пошла эта тема с этими... Такими... То есть пришло нормальное подводное крыло, да, другое, полноценное подводное крыло. Не стали извращаться из рейсборда делать не до гидрофоев и не до рейсборд. То есть рейсборд какой-то там свой участок жизни прожил и... Вы, ребят, не знаете, мы когда в этот, в тринадцатом году сидели на Должанке, на Сюрфомае, значит, тем объясняли, что рейсборд лучше всего едет, когда он едет на заднем, значит, на плавнике и всплывает над водой, практически не касается воды и едет на нем как на подводном кириле, почти как гидрофойл. И мы придумали, Аркадий, давай мы тебе к каждому плавнику еще перпендикулярно, значит, плавничке, а там от винти поприкрутим или побольше, у тебя будет мини-гидрофойлики на каждом этаже. Будешь всплывать, вот, никто не видит, а ты будешь гонять над водой. Были такие. Но в итоге сделали? Да нет, уже гидрофойлы пошли, нормальные. Нет, водка кончилась, а так бы сделали. Ветер начался, да? Ну, да, да, стиль закончился, водка закончилась. Значит, гидрофойл мне делать придется самому, да, не хотите помочь? Конечно, 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 самому, Сань. Мы с удовольствием прокатимся на нем, когда доделаешь. Так же привезешь на каркаде и поставим рядом все гидрофойлы. Да, да, у нас на шате как раз все пипетии, все новинки тестируются. Сань, у тебя же был уже один, куда ты его делал? Не давил? У меня один что? У нас был гидрофойл. Он же делал уже один, накатался на наших озерах. Я помню, как он там на нем мучился. Я не умел тогда. Никак. У нас на шате реально был гидрофойл в качестве стабилизатора и использовал свыжа Мари-Эл. То есть и... Ставил, сделал. Два крыла были из фанеры, просто обычная фанера, десятка отфрезерованная и покрыта лаком. И ничего, это тоже ехало. Даже где-то там... Оно все едет. Даже Мозис, вывернутый наизнанку, едет все равно. Да, плохо, но едет. Это, кстати, даже факт. Вашины делать, шат, ладись. Стабилизатор верх ногами и ехал тоже. Стабилизатор перевернули и ехал. Ну, там, парень, новичок еще не взбирался в этом все. И он как-то ехал. Не, ну, тут вообще они самолетик перевернули полностью задом наперед и как-то это все ехало. Да, и дали Юле Бойдюк. Она думает, что же я не... Нет, Юля Бойдюк это собрала все, отдала она Кириллу. Она собрала и уехала, не смогла вернуться с того берега. И отдала Кириллу. Но Кирилл умудрился вернуться. И говорит, что-то он хреново как-то едет. Потом начали разбираться, там глянули, блин, думают, нифига себе хреново, как он вообще едет, это фантастика. Да, едет. Там, Саш, кинь ссылку в чат из Ютуба где-то ролик укладывал. А, сейчас. Кинь, найди. Пусть потом посмотрит на досуге. Так, ну у меня еще один вопрос к Денису, а то надо уже потом будет уходить. К чехлам. У вас какое-то безумное разнообразие чехлов для крыльев. И такие, и сякие. Тоже, может быть, интересно рассказать. Там нет большого разнообразия. Чехлы идут на мачты отдельно 90 или 70 см. Потом идет чехол на самолетик в сборе. То есть, можно просто самолетик укутать полностью в чехол, не разбирая крылья. И перевозить его так. Также и собирать на споте. И есть чехлы на крылья отдельно. Но чехлы на крылья отдельно, которые они одеваются только на разобранный гидрофойл. То есть, нельзя его на собранный одеть. Это крылья открутил и в чехлы положил. И все там большого разнообразия внутреннего. То есть, вот эти отдельные чехлы на отдельно крылья, они как-то сбоку одеваются? Нет, они вставляются крыло в чехол и защелкиваются на липучку. То есть, его нельзя перевозить вместе с собранным гидрофойлом. Это обязательно крылья надо снимать. А если чехол на самолетик, то тогда можно самолетик в сборе возить в таком числе. На сайте это и есть. Я в чате видео выводил. Отлично, спасибо, Саша. Так, ребята, если есть еще вопросы, давайте можете позадавать, потому что у нас уже тут почти час ночи. Ну да, сейчас что-то кушать уже охота. У меня еще ребенок рокит не сделал, поэтому ему очень сильно. Видимо, что-то Игорь хочет сказать, но его не слышно. Звук есть. Ну, он там телевизор смотрит просто. Да, наверное. Ну, тогда всем пока, всех рад был слышать. Большое спасибо. Всем спасибо, если есть вопросы, можете писать нам либо ватсап либо в соцсети какие-нибудь. И все, спасибо всем. Все, все, спасибо большое, что уделил Что еще ? Денис, спасибо большое, что нам уделил внимание, что сегодня подзадержались вы. Так что пообщались, я думаю, что плодотворно запишут. Надеюсь, полезно было. Конечно, конечно. Все, спасибо всем большое, всем рады. Жень, что ты хотел сказать? Я хотел спросить, сказать, что может быть кто-то не знает контактов Дениса, то есть ты говоришь, пишите в WhatsApp. Ну, давайте я напишу свой номер телефона в чате тогда и всем будут виды. Ну, или как-то там что-то, как связываться. Просто в этом Facebook и во ВКонтакте писать. Да я практически во всех сетях есть там и во всех мыслей же. Денис, сайт он написал, кому нужно будет. Телефон я тоже свой указал, можете звонить. В любое время звоните, только не ночью. На самом деле такая штука есть. Разница два часа с ними. Потому что мы же еще часть оборудования отправляем и за рубеж, а там совершенно другое время. И очень часто американцы звонят еще на английском. Я вообще не понимаю по-английски. Hello, hello. Это эпично смотрится, когда я с просонью поднимаю труп, а я стараюсь отвечать на все звонки. И там еще на английском, да, это бывает сложно. Ладно, всем спасибо. Все. Счастливо давайте. Всем спасибо. Приятно было себя поведеть. Всем спасибо. С какой-то ночи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok